Всех приветствую. Да, действительно, история это, в общем, такая замечательная вещь, которая позволяет посмотреть, как вообще развивалась медицинская, в частности, медицинская наука. Итак, Александр сегодня будет рассказывать о различных ошибках современных, а я покажу немножко, да, то есть как может ошибкой стать вещь, которая в те времена считалась абсолютно нормальной. То есть она опиралась на некие научные данные, она опиралась на некие выводы, на некую практику и так далее. Но, тем не менее, с нашей точки зрения современные, в лучшем случае к этому можно относиться как к нечему, не знаю, к некому развлечению, наверное. Хотя, конечно, рациональное зерно остается, и об этом я сегодня тоже скажу. Итак, я буду говорить даже о двух книгах, то есть это 13-го и 14-го года. Первый из них цитируется достаточно часто, учебник трезвости под редакцией Мендельсона. Она была издана специально Российским обществом борьбы с алхоголизмом, но это что-то вроде современного течения трезвости. И, кстати, те люди, которые его пропагандируют, они в том числе активно ссылаются именно на этот труд. Он предназначен для Сан-Профета среди подростков-школьников. То есть это, скажем так, такой достаточно упрощенный вариант, упрощенный достаточно взгляд на алкоголь и на все остальное. Но, с другой стороны, есть и более-менее научный труд, то есть доктор медицины, то же самое. Но здесь уже с научной точки зрения, именно с точки зрения тех знаний, которые были вот как раз примерно на 14-й год проанализированы, собраны, раскрашены в виде таблиц и в том числе в виде рисунков. Значит, чем хороша, например, вот эта книга? Здесь есть очень много интересных, самых разнообразных макропрепаратов, микропрепаратов и так далее. Если кому-то интересно, можно найти, они обе присутствуют в интернете в сканированном виде, можно ознакомиться детально. Я сегодня просто буду давать некоторые выдержки. Лекция достаточно короткая, то есть я сегодня на разогреве, все пришли на Панчино. Поэтому постараюсь уложиться в такой, в небольшой промежуток времени. Итак, некоторые вещи, конечно, вот с точки зрения современности, читать очень непривычно. Например, термин альбуминоиды вместо белков, ну это, знаете, как-то, да. Ну, с другой стороны, да, альбумин действительно это белок, это один из основных белков крови, то есть тот, который находится в крови у нас. И с некоторыми выводами, конечно, сегодня согласиться достаточно сложно. Я понимаю, что идет агитация за то, чтобы не пить спиртное, и это вроде как хорошо. С другой стороны, если мы будем говорить с позиции, например, Жданова, да, пропукающих бактерий, это будет как бы плохо. Потому что я уже рассказывал на пятничной лекции, не буду повторяться, можно ее посмотреть, что на самом деле ужасов-то хватает, по большому счету, да. То есть одна только вероятность развития зависимости, то есть собственно алкоголизма, это как бы уже вполне себе повод беспокоиться. Но тем не менее, например, алкоголь не содержит и следов альбумина, он, следовательно, совершенно не пригоден для образования и развития мышц. Ну, вроде как спорить с этим сложно, но с другой стороны, если мы будем немножечко копаться с точки зрения современности, да, то в том же вине белки мы вполне можем найти. Я, конечно, понимаю, что это примерно из той же серии, да, что 26 литров пива это суточная потребность в кальции, да, и питайтесь здорово. Ну, это как бы, да, это примерно из той же области, но тем не менее, да, действительно, в некоторых красных, например, и белых винах можно найти ощутимое количество белка. То есть грамм белка можно где-то из 200 грамм, например, вина выделить вполне себе. Другой вопрос, конечно, какой конкретно здесь будет эффект от этого, да, будет ли он полезным или вредным или еще что-то. Но сам факт, что в некоторых спиртных напитках действительно может присутствовать белок, ну, с современной точки зрения вроде бы как не оспаривается. Далее, очень, да, очень интересные фразы. В принципе, все книги вот тех времен, они отличаются очень интересной образностью, да, то есть их действительно интересно читать, несмотря на всю древолюционную орфографию. Читаются достаточно легко, можете прочитать, я думаю, все, да. Да, и здесь как раз привет Сергею Белкову, потому что хемофобия его, о которой он рассказывает постоянно, да, она была и в 13-м году в том числе. Да, видите, то есть готов, значит, как у нас, к имеющимся в продаже лимонному, апельсинному и другим экстрактам, а также к готовым порошкам для лимонада нужно относиться с осторожностью. Так как в торговле очень часто попадаются изделия, приготовленные из неочищенной лимонной кислоты и других искусственных продуктов, вредных для здоровья. Да, то есть это вот как раз ровно то, о чем рассказывает Сергей Белков. И как видите, этой проблеме тоже больше 100 лет. Значит, да, вот эта фраза мне очень нравится, что алкоголь у ребенка с неиспорченным вкусом вызывает отвращение. То есть у вас теперь есть инструмент проверить, у вашего ребенка испорчен вкус или нет. Даете ему алкоголь, ну и дальше уже, так сказать, смотрите по вот этому делу. Я понимаю, что это ориентирован на детей, но все-таки, да, то есть очень интересно смотреть на эту вещь. Именно с современной точки зрения. С другой стороны, да, смотрите, значит, здесь у нас этот разговор идет о виноградном соке, о том, что он гораздо полезнее, чем вино. Ну, в общем, тоже с этим как бы сложно спорить, да, хотя бы потому, что в нем нет алкоголя, этанола. С другой стороны, у нас есть фраза, значит, почему хорош, чем хорош виноградный сок, тем, что он содержит питательный виноградный сахар. Виноградный сахар, что у нас? Глюкоза, да, то есть с современной точки зрения, по большому счету, это был бы как раз минус виноградного сахара. Здесь должны быть какие-то подсластители, заменители сахара и так далее. И в этом случае, да, продукт считался бы здоровым. Но в то время, и по сравнению с алкоголем, как вы понимаете, сахар был гораздо более предпочтительным соединением. Значит, очень интересный взгляд, в принципе, был на биохимию алкоголя. То есть, как именно на те превращения, которые он совершает внутри нашего организма. Во-первых, то, о чем я говорил, да, образность. Вот мне прям очень нравится это сравнение, оно очень, конечно, красивое, хотя и не совсем правильное. Но, тем не менее, смотрите, то есть, положим, локомотив должен пройти известное число верст. Для этого ему нужна пища, то есть каменный уголь, который должен быть сжигаем медленно и методично, чтобы нагреть воду в котле, развить пары, необходимые для пробега. Если вместо угли сжигать в печи локомотива серу, тоже очень горючее вещество, то достигается весьма сильный жар, значительно превосходящий обычно потребное количество тепла. Но стенки правого котла через некоторое время сильно пострадают, так как при сгорании серы образуется серная стекислота, которая разъедает стенки котла и может его совершенно разрушить. К чему этот пример здесь? Вот таким образом автор описывает, значит, в роли каменного угля у нас, соответственно, глюкоза, ну, здесь, если быть точным, то сахар, и в роли серы алкоголь. То есть упор идет на то, что при сжигании условно алкоголя выделяется большое количество энергии, и это вроде бы как хорошо. С другой стороны, при образовании, при сгорании, точнее, то есть это прям такой термин, там при сгорании алкоголя в организме образуется большое количество угольной кислоты, и отравление угольной кислотой приводит в том числе к тем негативным последствиям в органах, с которыми связан алкоголизм. Вот это уточнение, это уже из другого учебника, да, вот из которой более научный, и вот здесь прям впрямую пишется, так-так, да, углекислота, ее наличие в организме вызывает целый ряд вредных явлений, отравления, и разрушительное влияние алкоголя на организм объясняется действием углекислоты. То есть, с современной точки зрения, конечно, это будет выглядеть несколько иначе. То есть, вот очень-очень краткая, очень-очень сжатая схема того, что происходит по биохимии в нашей клетке, и вот здесь он, вот у нас этанол, это то, о чем я рассказывал в пятницу, да, то это можно посмотреть. Да, действительно, образуется уксусный альдегид, да, действительно, то есть, про углекислоту мы можем сказать просто как про конечный продукт очень многих биохимических реакций в нашем организме. То есть, вода и углекислый газ, это как бы, ну, логичное завершение практически, ну, почти любой, да, биохимической реакции в нашем организме. Итоговый, итоговый, да, потому что вот тот же ацетальдегид, он не напрямую потом как бы распадается и исчезает. Он уходит в ацетилкоэнзима, да, и так далее, потом вот в цикл крепса может пойти, потом еще в какие-нибудь пути. Тут, как видите, вариантов масса, да, то есть, больше похоже на схему, не знаю, железнодорожных путей для какой-нибудь станции очень крупной, чем для организма. И, да, повторяю, это очень сокращенные схемы. Из-за того, что представления о метаболизме были неправильные, и выводы, соответственно, делались неправильные. То есть, поскольку у нас идет избыток углекислоты, для того, чтобы у человека убирать негативные последствия, нужно убирать, соответственно, избыток этой самой углекислоты. То есть, отсюда различные, предположим, какие-то дыхательные упражнения, отсюда назначение очень интересных самых различных лекарственных препаратов, которые, с современной точки зрения, мало того, что токсичны, да, и не обладают никакой эффективностью, и их назначение, с современной точки зрения, предположим, вообще никак не оправдывается. Очень интересно посмотреть на динамику того, как, предположим, в той же Российской империи, по сравнению с остальными странами, люди выпивали. Ну, по крайней мере, по официальной статистике. Значит, напомню, да, тут в ведрах, что ведро это... Нет, ведро это официальная мера в русской системе мер весов, да, то есть, это вполне нормальный термин. Это не то, что ведро вот оцинкованное, да, это нормальная, абсолютно нормальная мера, причем это винная мера, да, они там разделялись, были хлебные, блин... Вот это как раз ведро, это хлебная мера, извиняюсь, винная мера. Это 10 штрафов и примерно 12 литров, то есть, да, то, что ведро у нас до сих пор 12 литровое, это как вот примерно оттуда родом. Можно посмотреть, что да, где-то к 2014 году у нас так ощутимо выросло потребление в абсолютных цифрах. С другой стороны, если смотреть на население, да, то есть, то, что называется подушевое, тогда называлось подушевое потребление, то на первом месте у нас тут оказывается Франция, а Россия очень скромненько так ютится где-то на 11 месте. Что самое интересное, я вот сейчас покажу следующий слайд, тут очень спорное такое утверждение, да, что необходимо различать потребление спиртных напитков и злоупотребление, то есть, народ может потреблять большое количество спиртных напитков и в то же время пьянство среди них не распространено. Ну, хорошо, давайте вернемся сюда и посмотрим. Значит, здесь у нас пересчет на литры 100 градусного алкоголя. Если мы берем Францию, 23 литра чистого алкоголя в год, то есть, мы это посчитаем, если мы разделим на недели, ну, в общем, у нас получается где-то, если я не ошибаюсь, бутылка водки в неделю. Поправьте, если ошибаюсь. Бутылка водки в неделю. Это не злоупотребление? Если мы ее пересчитаем, например, на более привычный для Франции напиток вино, да, то у нас может получиться там 4-5 бутылок в неделю на всех. То есть, включая младенцев, абсолютно верно. То есть, абсолютно на всех. Поэтому вот этот вот вывод, ну, мягко говоря, непонятно, откуда он вообще напрашивается. И он, опять же, не соответствует современному представлению о том, как формируются вот эти все, в том числе, социальные и алкогольные проблемы. Значит, что еще? Да, и очень интересная вещь, что, опять же, да, ничего не меняется. Иностранцев изумляет в России огромное число пьяных в праздничные дни. В Петербурге ежегодно около 70 тысяч человек подбираются на улицах в пьяном виде и помещаются в полицейские дома для вытврезления. В Берлине, соответственно, да, получается не более 6 тысяч человек в год на каждые 10 тысяч жителей. Ну, и так далее. То есть, здесь все сводится к тому, что, в общем, именно по вот этим цифрам можно судить, что у нас как бы больше алкоголиков и так далее. Ну, давайте так, посмотрим, да, потому что, что было самое... За что наказывали в армии, да, поскольку я из армии, я учился здесь в военно-медицинской армии 6 лет. И самое главное, что нам за это все время внушили, да, это что наказывают не за то, что сделал, а за то, что попался. Вот здесь ситуация подозревает то же самое, потому что, если мы посмотрим современные тенденции, они достаточно неплохо описаны, то для той же Германии характерно употребление спиртных напитков либо в какой-то компании дома, либо в каком-то, скажем, небольшом питейном заведении и так далее. То, которое располагается рядом с домом. У нас, в общем-то, немножечко другой паттерн потребления, да, если так можно выразиться, и прогуляться по улице в пьяном виде, это, в общем-то, как бы, ну, более-менее прилично и нормально считается. Получается так, что вот эти люди, скорее всего, то есть мы это, конечно, сейчас не сможем подтвердить на 100%, но, скорее всего, они просто чаще попадались. А люди, которые в Берлине, да, они просто сидят себе тихонечко и пьют. Мы сюда же можем еще посмотреть традицию потребления, скажем, в Великобритании и так далее, в Ирландии, то есть они все достаточно неплохо описаны, и, опять же, в это утверждение они, как бы, немножечко не помещаются. Да, это наблюдение, но делают из него какие-то далеко идущие выводы, да, о том, что, несмотря вот на те цифры потребления в России, в общем-то, эта проблема одна из самых главных по сравнению с остальными странами. Ну, этот вывод сделать нельзя. Да, британские ученые уже так дожгли по полной программе. Вот один из них, да, один английский врач вычислил, что сердц человека, выпившего в продолжении дня 250 грамм кистого алкоголя, то есть бутылку водки, делая 124 тысячи ударов в течение 24 часов. То есть на 24 тысячи ударов больше, чем в те дни, когда человек пил только одну воду. Зачем нам эта информация? То есть это по большому счету, да, это тенденция про британских ученых, который находит реальные, настоящие цифры, да, то есть это научно подтвержденная вещь, только непонятно, как именно мы это можем использовать. Значит, что еще? Очень интересно влияние вот этого учения о том, что некое строение черепа, лица и так далее, может отображать либо склонность к каким-то психическим заболеваниям, либо еще что-то. Теория Чезаро-Ламбразо как раз в это время набирает очень такие массовые обороты. И здесь она в том числе отражается. Например, очень много фотографий, где изображаются люди, да, ну вот, например, кабацкий адвокат и его сподручные. На лице одного дерзость, самоуверенность, на лице другого подавленность, приниженность, отсутствие воли. Называется, угадайте, где кто. Я так и не понял. Нет, правда, то есть я не понял, кто из них принижен, а у кого из них дерзость на лице. Ну, думаете? Ну, голосовать не обязательно, да, но я понимаю, да, ну, то есть тут, возможно, всякие варианты. Потому что, может быть, он тихий, дерзкий. Может быть, он что-то задумал. Вы же понимаете, да, то есть варианты, возможно, всякие. А вот здесь просто подписано «испитай физиономия». То есть в научном труде вот такая вот очень интересная... Можно, наверное, принять сегодня на вооружение и пользоваться этим в отношении оппонентов, которые не нравятся. Далее. У первого в этой толпе, поднимающей палец вверх, ясно видна злобность. То есть все остальные добрые, что ли? Я не понимаю. Ну, опять же, я не уверен, что это гримаса злобности. Можете, конечно, меня поправить, психологи или кто еще из специалистов присутствует. Ну, это разве злобность? Просто человек пьяный и, так сказать, отойдите, не мешайте, что-то в этом роде. Не знаю. Может быть. Ну, то есть больше всего настораживает то, что на основе таких фотографий начинают делаться далеко идущие и в том числе организационные выводы. То есть кого следует отлавливать и против кого следует принимать определенные меры. Значит, да, до некоторого времени я думал, что воспитание детской воли показывают в опыте на зефирках, да, на маршмеллоу. Но, как оказалось, там тоже масса недочетов. Об этом можно почитать на сайте Brights. Там как раз появилась статья про этот эксперимент, очень подробная. Значит, здесь что у нас получается? Что приучение ребенка к воздержанию от спиртных напитков – это один из лучших средств воспитания и укрепления его воли. И второй, ну, ладно, тут я как бы с одной стороны согласен. А здесь, в то же время, только привычка к полному воздержанию с детства может служить ручательством, что со временем у взрослого не разобьется неудержимое вовлечение к вину, что он не станет жертвой алкоголизма. А тут, извините, масса вопросов. С чего бы так? То есть из выше лежащих утверждений ниже лежащие, но не следует никоим образом. Потому что, ну, думаю, что многие видели и такие в живьем примеры, и по большому счету это в исследованиях-то показывается, что не все там так просто. Значит, следующее. Что в целом, если мы возьмем, да, что под алкоголизмом, конкретно под алкоголизмом, понимается в изданиях 13-14 года? Такое состояние человека, когда тело его отравлено алкоголем вследствие более или менее длительного употребления спиртных напитков. Это первое. И вторая часть – это дурная привычка предаваться постоянному пьянству. Сегодня мы знаем, что алкоголизм – это болезнь патологической зависимости, то есть это психическое заболевание, по большому счету, одна из наркоманий, по большому счету, да. Потому что этанол у нас действительно не только нейротоксический яд, но и наркотик с вполне достижимой зависимостью. Причем она формируется, скажем так, в несколько этапов, у нее прослеживается в том числе психологическая стадия, которую можно отличить по различным тестам и так далее. То есть все это возможно. И описано в том числе, как возникает физическая зависимость, все это расписано, все это известно. Тогда, как видите, то есть основной упор делался на то, что это дурная привычка. Поскольку дурная привычка, значит человека можно заставить не пить, и все будет нормально. Его достаточно воспитать, предположим, объяснить, так сказать, следить за ним и так далее. От привычки можно отучить, от болезни придется лечить. То есть это как бы два принципиально разных подхода. С тем, что тело человека отравлено, ну да, тут сложно спорить, потому что если мы говорим о, предположим, уже алкоголизме сформировавшемся, то у него есть достаточно много органных признаков, ну скажем, для той же третьей стадии, да, вот по одной из классификаций. Там как раз наступает стадия органных изменений. Это и изменения в печени в первую очередь, в поджелудочной железе, в том числе и в гормональной сфере, в половых железах и так далее. То есть целый, достаточно большой комплекс. Но, опять же, выводы из сегодняшней точки зрения неправильных фактов, неправильных наблюдений делаются неправильно еже. То есть можно быть алкоголиком, не будучи пьяницей. И рассказывается о том, что некоторые алкоголики живут, так сказать, некоторое время, потом у них наступает потребность в алкоголизации, они выпили и все, у них наступает такая длительная ремиссия. В общем, это некоторое описание запойного поведения. То есть с современной точки зрения это как раз свидетельство о формировании уже некой физической зависимости. Но при этом он, естественно, будет выпивать. То есть непьющий алкоголик это только тот, кто сознательно и специально отказался от спиртного. Как говорят наши коллеги-психиатры, что бывших не бывает, бывают только завязавшие. И исходя вот из этих вещей, опять же, я повторюсь, делаются очень интересные оргвыводы, один из которых я покажу в самом конце. Тем не менее, да, здравые мысли там тоже есть. Например, вот такая замечательная иллюстрация, о чем мы очень часто говорим, что корреляция не обязательно есть причина-следственная связь. Нет ничего более ошибочного, нежели без всяких оговорок устанавливать такую цифровую зависимость между двумя явлениями. Чахотка, как мы уже говорили, такая же социальная болезнь, как и пьянство. Она вызывается и питается теми же социальными факторами, которые поддерживает алкоголизм. Частое совпадение цифры заболеваемости туберкулезом и количества выпиваемого указывает лишь на то, что в общественной жизни оказываются сильными факторами, вызывающие и алкоголизм, и туберкулез. То есть, вот это да, с этой точки зрения, опуская все про туберкулез, потому что да, у него действительно выраженная социальная компонента, но тем не менее, все-таки это инфекционное заболевание и так далее. Вот этот вывод можно считать, в общем, достаточно здравым и рациональным, что нужно искать всегда некую причину. Значит, если, опять же, суммировать вместе все более-менее рациональные предложения, например, от алкоголизма страдает не только человек, но и семья, общество, государство. Алкоголизм проще предупредить, чем потом мыкаться с алкоголиком. Ну да, тут не поспоришь. В обществе господствуют заблуждения и предрассудки о действии алкоголя и свойстве спиртных напитков. Да, тут без вопросов, я уже это показал и здесь, и на предыдущей лекции с точки зрения уже современного общества и современных знаний. Чрезвычайно сильно влияние обычаев и питейных заведений. Да, достаточно вспомнить «Москва слезам не верить», да, «за молодых выпить святое дело», ну и так далее. Все вот эти вещи, которые в том числе, да, ведут к алкоголизации. Дешевизна и всеобщая распространенность спиртных напитков создают питейный соблазн, перед которым трудно устоять слабовольному человеку. Опять же, да, и как показывают, по крайней мере, современные попытки навести порядок в этой сфере, действительно, сложность, скажем так, усложнение доступа к спиртному и увеличение цены на него, это один из, ну, более-менее оправданных, скажем так, шагов в антиалкогольной политике. Далее, некоторые люди обладают большей склонностью к алкоголизации и четко проследовать наследственные механизмы. Да, тут тоже есть такое, некоторое влияние генетики существует. Тяжелые экономические условия способствуют распространению пьянства, то же самое, да. Ну и высокий достаток не является гарантией от алкоголизма, наоборот, часто он является толчком в объятии зеленого змея, тут тоже не вопрос. Дальше, борьба с питейными навыками, обычаями среди взрослых должна вестись разными способами, требует большой настойчивости. Опять же, да, за всеми руками. Ну и единственный, да, вот этот единственный вывод из всего вышесказанного, он делается, конечно, не совсем правильным, потому что единственный способ борьбы с алкоголизмом – это воздержание. Ну, можно, конечно, так пойти и дальше, да, потому что и с курением можно таким же методом бороться, и с половыми инфекциями, особенно с ВИЧ, можно то же самое, такими же вещами бороться. И, мало того, существуют такие движения, существуют такие направления, которые пропагандируют именно эту вещь. Ну, как показывает, опять же, практика, к сожалению, ничего хорошего из практики запретов и из пропаганды воздержания, к сожалению, не получается. Причем по всем вышеперечисленным направлениям. Что интересно, этот же автор, естественно, что он эту ситуацию отслеживал, поскольку он был представителем Российского общества трезвости, точнее, общества с борьбой с алкоголизмом, и он нашел себе подтверждение, именно вот этим своим выкладкам с наступлением Первой мировой войны. Почему? Потому что началась массовая мобилизация, и одним из первых шагов правительства это было введение сухого закона. Значит, как раз авторы сказали, вот смотрите, у нас получается что? То есть, мы предсказывали, что воздержание от алкоголя поможет, и у нас вот, пожалуйста, на правительственном уровне идет воздержание, то есть политика воздержания. Нам перекрыли, как бы, кислород. Давайте посмотрим, что происходит. И они посчитали на примере Петербурга, причем только одного округа, и показали, что люди на улице в пьяном виде стали встречаться реже. Это означает, по мнению автора, что сработала вот именно то, именно та мера, которую он предсказывал. Причем, что интересно, в ответ на критику, то есть он там приводит, естественно, и критику, которую мы высказали нам на одной из врачебных конференций, ему сказали, что, в общем-то, люди будут переходить на другие спиртные напитки, да, неофициальные. И это известно, скажем, по одному из последних сухих законов у нас, то же самое и в Соединенных Штатах. То же самое, что люди начинают переходить на нелегальный алкоголь, либо обеспечивать себя этим алкоголем самостоятельно, да, то есть варить его в домашних условиях. А он возражает, что народные массы не пьют денатурата, и пить его не будут, а предаются денатуратному пьянству сравнительно немногочисленные пропойцы. То есть неизлечимые алкоголики все равно обреченные на гибель. То есть не фиг бы с ними, да, по большому счету. Это вот как раз почему к этой книге так много вопросов, потому что выводы из нее делаются. Может быть там даже наблюдения правильные, может быть там даже не такое большое количество ошибок в интерпретации этих наблюдений, но выводы, которые предлагаются, ну извините, они по крайней мере в нашей реальности не помещаются совершенно. Далее, и вот здесь еще одно уточнение, да, что потребители новых крепких суррогатных напитков не откажутся от них, так как ни 4-градусное пиво, ни 16-градусное виноградное вино не заменят им 50-градусную ханку. Ну, с одной стороны, вроде бы да. И действительно, это хорошо известно, что не бывает, скажем, пивного алкоголизма, да, или винного, за это наркологи всегда сильно ругают, когда ты говоришь, они говорят, что есть только этаноловый, а независимо от того, какой напиток человек употребляет. И да, действительно, многие стартуют, скажем, там с пива или с ягуара или еще с чего-то, а потом постепенно переходят на водку, как просто потому, что ведро пива выпить сложно, а необходимую дозу этанола нужно доставить в организм. И да, водка в этом смысле у нас, как по соотношению цена-качество-эффект, получается наиболее идеальным вариантом. Нет, конечно, самым идеальным вариантом будет медицинский спирт, но его достать не так просто, да, это другое дело, если вы где-нибудь, как я в 90-х когда был в армии, предположим, да, вот там медицинский спирт. Но опять же, это нужно было хорошо дружить с ГСМ-щиками, потому что есть такое распространенное заблуждение, что в армии медицинский спирт у медиков, ничего подобного, у службы горюче-смазочных материалов. То есть мы и получали через них, ну и, в общем-то, все остальные организационные вопросы, касающиеся спирта, были именно через эту службу, не через медиков. Значит, по большому счету, что еще можно сказать? Что да, конечно, говорить о том, что спиртное вредно, ну, наверное, нет смысла, да, потому что все как бы об этом знают. И поскольку спиртное является у нас официальным, легальным, незапрещенным до сих пор продуктом, с этим нужно все-таки как-то уметь жить, уметь сосуществовать. Да, нужно понимать, что, возможно, скажем так, параллельное существование с ним, не пересекаясь. Да, ради бога, это вполне себе нормальное явление. Возможно, пересечение с точки зрения именно здравого смысла, то есть ответственное отношение к этому делу, употребление в том случае, когда это допустимо, в тех пределах, опять же, которые не превышают ваши способности, способности вашего организма по переработке этого, ну, действительно, ядовитого вещества, это во-первых. И, во-вторых, способности вашего мозга в смысле контролировать все последующее поведение, да, потому что, если вы смотрите предыдущий день потом в записях на Ютьюбе, ну, это, как вы понимаете, не совсем правильно. Тем не менее, ориентироваться на старые данные, да, и приводить их в пример в качестве некого эталона современной пропаганды, опять же, неправильно, потому что я показал просто некоторые из них, книги достаточно объемные, ну, Таня, там страниц по 250 примерно каждая, если кто-то хочет, имеет смысл прочитать, потому что, во-первых, как любое старое произведение написано хорошим языком, как я уже говорил, и, во-вторых, очень интересно посмотреть, какие причины там упоминаются, какие социальные явления, какие связи и так далее. Интересно это исключительно с исторической точки зрения, к сожалению, в современной медицинской практике оно неприменимо совсем. Спасибо за внимание. Член комиссии по борьбе с женовой консультацией научных данных при президиумиран. В общем, просто Саша. Здравствуйте. Вы обминули доклад Александра Сергеева на «Ученых против мифов». Можете потом посмотреть его записи. И хотя и у меня, и у Александра Сергеева в каком-то смысле очень похожий вывод про то, что 100% доказано в науке, это, в общем-то, крайне редкое явление, мягко говоря, но вы можете, наверное, убедиться, что у нас будут совершенно разные аргументы, совершенно разные подходы в изложении этой позиции. Я буду рассказывать сегодня о темной стороне науки. Ученые тоже иногда косячат, тоже приматы, тоже косячат. И можно говорить про совсем страшные грехи в науке, такие как самые разные фальсификации, плагиат, подделки научных данных. И извиня из-за этого тысячи статей только в биомедицинской области за последние несколько десятилетий отзывалось из научных журналов, потому что выяснялось, что автор был недобросовестный, нечестный, что-то умолчал, скрыл, кого-то обманул. Но на таких примерах, в общем-то, особо нечем учиться. Они не поучительны, потому что, ну, и так все понимают, что нужно быть честным, не нужно врать, не нужно воровать чужие научные труды. Это понятно. Поэтому я пытаюсь, наоборот, рассказывать про те истории, когда честные люди, которые стремились, ну, понять, как устроен мир, приходили к ложным выводам в надежде, что их ошибки помогут нам лучше понимать, как вообще устроена наука, чему можно доверять, чему нельзя, и, может быть, даже не только в науке найти какую-то пользу от этого, но и вообще в повседневной жизни. В науке существует сейчас такое явление, которое очень активно обсуждается на страницах самых разных научных журналах, это кризис воспроизводимости. То есть авторы одних исследований почему-то не могут воспроизвести исследования других людей, хотя вот внешне выглядит, что вроде нормальные исследования, но почему-то не воспроизводятся. А в этом кризисе говорили в медицине, оказывается, что многие исследования, допустим, лекарств от рака не всегда воспроизводятся. Была большая кампания в социальной психологии, когда говорят, что вот исследования психологов не воспроизводятся. И был большой опрос, проведенный журналом Nature, опросили кучу ученых из разных областей, и большинство ученых сказали, что такие, да, есть этот кризис воспроизводимости, и признавались и химики, и биологи, и физики, и медики, и кто только угодно, что сталкивались с тем, что они не могли воспроизвести либо свои собственные работы, либо какие-то работы своих коллег, и процент таких людей, делающих такие заявления, достаточно высокий, ну, где-то там больше 60%. То есть вот есть такая проблема, и была очень важная статья, посвященная этой проблеме, еще в 2005 году я написал Джон Иоаннаидас, статья называлась «Почему большинство опубликованных результатов научных исследований ошибочны?» Такой провокационный заголовок, изначально, конечно, такое должно быть желтенькое, но если вы почитаете статью, выясняет, что на самом деле у него очень хорошие, интересные, важные аргументы, которые он приводит, почему действительно очень много работ, скорее всего, содержат ложноположительные результаты, я рекомендую статью прочитать хотя бы, есть перевод этой статьи на русском языке, как раз на сайте The Brights, можно ее прочитать, это полезно прежде всего всем, кто занимается или рассказывает о науке, но это может быть интересно и всем остальным тоже. Я не буду пересказывать теоретические аргументы Иоаннаидаса, но я поведу несколько конкретных примеров того, что науке могло пойти не так. И, собственно, первый кейс, первый случай, как раз объявленный в заголовке моей презентации, там, пропорно из будущего, эта история начинается вот с этого человека, его зовут профессор Дэрил Бэм, он профессор Корнельского университета, он опубликовал статью в рецензированном научном журнале, то есть вполне приличном международном журнале, если кому интересно, его импакт-фактор около четырех, это не то чтобы очень много, но это достаточно немало, это значит, сколько там в среднем раз цитируется среднестатическая статья из этого журнала за определенный период времени, и в статье он утверждал, что он доказал, что у людей есть некоторая способность предвидеть будущее, поэтому вот у нас в слайде всякие экстрасенсы изображены. Всего Дэрил Бэм провел 9 экспериментов, 8 с положительным результатом, 1 с неположительным результатом, я опишу, они все разные, но я опишу 1, потому что будет наглядно, и понятно вообще в чем заключались все остальные тоже. Значит, перед испытуемым в эксперименте Бэма было две ширмы, одна слева, другая справа, у меня вместо ширмы такие вот ящики Пандоры, но суть это не меняет, и дальше человек рандомно, ну на свое собственное усмотрение, выбирал либо левую, либо правую ширму и нажимал на нее, кликал. После этого компьютерный алгоритм, который ничего не знал о том, каким было решение этого человека, он тоже выбирал одну из этих двух ширм, и если выбор человека и выбор компьютера совпадал, то человеку показывали порнокартинку более эротического содержания, чем это, с учетом сексуальной ориентации испытуемого, все предосторожности были выполнены, чтобы человек такая картинка возбуждала. Ну, а если он выбрал неправильно, не то же самое, что выбрал компьютер, то ему ничего не показывали. И оказалось, что, ну, по случайным причинам мы бы ожидали, что люди кликали бы на ту ширму, за которой порнокартинка, ну, примерно в 50% случаев. Но у Бэма получилось, что не в 50% случаев, а в 53% случаев. Ну, вы уже сейчас смеетесь, но по меркам, которые приняты в рамках социальной психологии под тем статистическим критериям, которые можно было бы использовать, этот результат был статистически значим. Я потом, чуть позже скажу, что это значит. Но, во-первых, давайте не будем смеяться над 53%, потому что, предположим, что действительно у людей была бы способность предвидеть будущее в 53% случаев против 50, как бы, в образке монетки. Это, в принципе, было бы такое нехилое эволюционное преимущество. Грубо говоря, возьмем классическую рулетку в казино. Там вы ставите либо на черное, либо на красное, а преимущество у казино перед случаем то, что есть зеро. И вот это зеро, оно выпадает, на самом деле, в зависимости от типа рулетки, от 1,5% до 2,5% случаев. И вот эта вот маржа позволяет казино разрабатывать миллиарды денег, если взять глобальную индустрию развлекательную. И вот за счет этого они живут. Если бы вы могли предвидеть будущее в 53% случаев, вы могли бы обыграть казино. Ну, может быть, рассказать, что это работает только с порнокартинками, но тогда вы просто, выиграв казино, должны были обещать себе, что вы посмотрите на порнокартинку, которая в кармане. Ну, может быть, только поэтому. Вот я сейчас раскрыл лайфхак. Если вы верите в эти эксперименты Бэма, можете попробовать применить на практике. Но пока что вроде никто казино так систематически не обыгрывает. Но, с другой стороны, 53% — это, как я сказал, статистически значимый результат. Бэм нашел в своих данных то, о чем желает сердце каждого ученого. Вы же помните, вот это было зеркало в Гарри Поттере, которое показывало самое сокровенное желание сердца человека. И вот что это зеркало делает? Оно показывает не более, не менее, чем самое глубокое желание сердца. А для ученого это желание, это вот эта вот штука. Бэм меньше, чем 0.005. Это означает, что вот вы получили, там, допустим, у вас 53% случаев получилось, что люди что-то предвидели, и вероятность того, что если, допустим, на самом деле предвидения нет, вы получите по случайным причинам такой же или более выраженный эффект, она меньше, чем 5%. То есть вероятность случайного такого результата, она, ну, маленькая, кажется. Я чуть позже скажу, в чем проблема бывает с Бэм меньше, чем 0.005, какие бывают проблемы интерпретации. Но пока я просто для начала констатирую, что, естественно, работа Бэма столкнулась с проблемой воспроизводимости. Как несложно догадаться. В верхней истории авторы опубликовали, сделали три независимые проверки гипотезы Бэма, получили три отрицательных результата. Сначала они подали эту статью свою с критикой в журнал в тот же самый, где было опубликовано исходное исследование Бэма, им сказали, у вас нет новизны. И не взяли. А потом они подали в другой журнал, там рецензентом оказался сам Бэм. Ее тоже не взяли. И только с четвертой попытки они опубликовали в журнале PostOne статью, и, в общем, вот так вот отрицательные результаты получились. Вторая ссылка — это самая крупная попытка перепроверить один из экспериментов Бэма. У нас на выборке в несколько тысяч человек, ну и тоже получили отрицательный результат. Это не полная картина всех исследований, но, в общем, были, на самом деле, положительные восприятия. Но по аналогии... Ну, у самого Бэма было 8 экспериментов. Я про это чуть позже скажу. Но что заметили некоторые критики этого самого Бэма, что если мы посмотрим на то, как он сделал свой эксперимент, то, с одной стороны, мы понимаем, что это какая-то глупость, а, с другой стороны, он следовал правилам, которые приняты в существующей научной периодике в рамках социальной психологии. Из этого может следовать, что, ну, либо эффект предвидения будущего — это реальность, либо, может быть, где-то косячим мы все. Может быть, нужно пересматривать те критерии, на основании которых мы делаем выводы о том, что что-то обосновано или нет в рамках этой науки. Может быть, мы можем научиться на ошибках Дерриева Бэма. Ну и что же могло пойти не так? Давайте немножко пофантазируем. И для иллюстрации этой проблемы мне нравится такая метафора. Вот видите, здесь изображена мишень, и здесь есть пули, которые в эту мишень попадали, и вы видите вот дырки от этих пуль. И глядя на эту картинку, вы могли бы подумать, ну, наверное, был меткий стрелок, который так хорошо стрелял вот в эту мишень. Но есть альтернативное объяснение, которое выглядит вот так, что пришел чувак, хандомно стрелял куда угодно, а потом взял и нарисовал мишень там, куда случайно попало больше пуль. Вот в этой метафоре, если переносить ее как бы на науку, то данные — это вот пули, а ваша гипотеза — это мишень. Намного, скажем так, сложнее сделать такую гипотезу, чтобы данные в нее попали, когда вы начнете ее перепроверять аккуратно, чем просто подогнать вашу гипотезу под уже имеющиеся данные. Грубо говоря, почему мир так устроен? Ну, потому что Бог создал, это все объясняет. Попробуйте сделать наоборот. Как должен быть, возьмите какой-нибудь факт, который еще неизвестен вам, предположите, каким должен быть результат некоторой проверки, и проверить, совпадает это с вашим предсказанием, вашей гипотезой или нет. Это совсем другая задача. А вот задним таким ходом мысли можно все что угодно под что угодно подогнать, натянуть сову на глобус. Так вот, есть ли какие-нибудь свидетельства того, что Дэрил Бэм, ну, натягивал сову на глобус? Есть. Он сам пишет об этом, на самом деле. У него есть учебник, который он написал для аспирантов. Он их учит, как правильно заниматься социальной психологией. И вот эта цитата из его, скажем так, учебника, я ее перевел на русский язык. «Рассмотрите данные со всех углов, анализируйте представителя разных полов отдельно, вводите составные индексы. Если что-то свидетельствует в пользу ваших новых гипотез, попробуйте найти им дополнительные подтверждения где-то еще. Если видите следы интересных закономерностей, попробуйте реорганизовать данные так, чтобы подчеркнуть их. Если есть добровольцы, которые вам не нравятся, испытания, наблюдатели или интервьюеры, которые дают аномальные результаты, выкиньте их временно. Попробуйте найти хоть что-то интересное. Думайте о своих данных, о драгоценном камне. Ваша задача распилить и отполировать их, выбрать, какие грани подчеркнуть». Ну, звучит достаточно подозрительно. Конечно, это не доказывает, что он неправ, может быть, он был в этом случае честнее, кто знает, но это подозрительно. Вторая проблема, такая достаточно общая, которая встречается в науке, эта проблема носит следующий вид. Предположим, что вы изучаете эффект предвидения или эффективность какого-нибудь лекарственного препарата. Во втором случае это немножко проще будет объяснить. Предположим, лекарство от гриппа. И вот есть некоторый эффект этого лекарства. Предположим, что он реально существует. И вот мы его не знаем, но он реально существует. И предположим, у него реальное значение полтора. Это значит, что люди лучше выздоравливают, поскольку они приняли это лекарство, чем если они его не будут принимать. Это размер эффекта. И вот это реальное значение этого эффекта. Дальше у вас есть много разных исследований, которые пытаются померить этот эффект. Есть исследование на большой выборке, есть исследование на маленькой выборке. Исследования на маленькой выборке, из-за того, что выборка маленькая, то чаще мы ошибаемся, и ошибаемся в более крупных масштабах. Мы можем получить слишком завышенный размер этого эффекта, или наоборот, заниженный размер эффекта, потому что так просто совпало. Маленькая выборка, ненадежная. Если выборка большая, то мы тоже будем ошибаться, относительно реального значения этого эффекта будем ошибаться чуть меньше. У нас будет маленькая ошибка, но что важно, что и здесь, и здесь ошибка будет примерно одинакова в обе стороны. И когда мы возьмем большое количество исследований, мы обобщим результаты и получим, что вот средний эффект. В реальности часто бывает картина не такая, а бывает картина вот такая, как вы видите здесь, почему-то вот здесь этих точек нету. Почему? Ну, потому что если у вас исследование было на большой выборке, то независимо от его результата, вы потратили много сил, много денег, скорее всего, получали на это грант, вам нужно отчитаться, поэтому вы кровь из носа это исследование публикуете. Если у вас получился положительный результат на маленькой выборке, такие, ну да, выборка маленькая, но у нас же получилось P меньше 0,05, у нас получился положительный результат, следовательно, что же нам не публиковать-то, есть же эффект, видно даже на маленькой выборке. А если маленькая выборка и эффекта нету, или он отрицательный, то и сам автор может считать, что на этом мы как бы криворукие, выборка у нас маленькая, зачем это публиковать. Или рецензент может сказать, ну блин, у вас же выборка маленькая, что же такое, и эффекта нету, зачем нам это нужно. где есть сенсация, и вот такие исследования оказываются неопубликованными. И если у вас эта картина выглядит вот так, и вы попытаетесь обобщить результаты ваших исследований, то ваше реальное значение будет сильно левее, чем то, которое вы намерите. Средний по этому графику будет где-то здесь, а на самом деле оно вот здесь. То есть вы получаете завышенный некоторый эффект. Ну а если эффект был равен нулю, то вы получаете ложноположительный эффект, там его на самом деле нет. Ну и вспомним, что у Дэриа и Бэма было 9 экспериментов. Как они выглядят на таком графике? Ну, выглядят они вот так. То есть там тоже есть эта кривизна. Почему-то чем меньше выборка, тем больше в среднем размер эффекта в этих экспериментах у Бэма. И с отрицательным результатом, ну с нулевым результатом у него был эксперимент с самой большой выборкой из всех, которые он описывал. Это подозрительно не доказывает, что он не прав, что он скрывал какие-то данные, но это наводит на некоторые подозрения. Есть другие механизмы, которые позволяют создать вот такую вот зависимость, когда чем меньше выборка, тем больше некоторый заявленный эффект. Даже если эффекта на самом деле нет. Предположим, что вы делаете так. Возьмем 20 человек. Проверим, есть эффект предвидения или нет. Нету. Давайте выборку увеличим. Теперь 40 человек. Есть эффект предвидения? Нету. Хорошо. 60. О, P меньше чем 0,05. Остановимся. Больше не будем увеличивать выборку, а то, не дай бог, эффект пропадет. В этом случае, как ни странно, вы получаете вот похожую закономерность, если вы будете так делать систематически. И есть еще третье объяснение, которое заключается в следующем. Хорошо. Вот у нас был эксперимент, где люди чаще угадывали порнокартинку, где появится. А предположим, что был бы наоборот. Что люди бы избегали этой порнокартинки. Ну, может быть, выборка такая целомудренная, и не хотят видеть порно. Но тоже было бы P меньше, чем 0,05, но в противоположную сторону. 47% людей кликали бы на порнокартинку. Но чтобы выбрать не ту картинку, то есть чтобы избежать порно, вам тоже нужно предвидеть будущее, правильно? То есть мы говорим, формально это тоже предвидение, тоже положительный результат. И получается, что если у вас результат отрицательный, вот где-то здесь находится, ну, люди избегают картинку, вы его приносите зеркально направо, и он у вас становится положительным. И у вас, в принципе, не может быть вот здесь результатов, потому что они все вот здесь. А может быть, средний на самом деле как раз вот здесь, потому что вот некоторые из этих экспериментов нужно было бы отзеркалить сюда. По-хорошему, если бы мы все делали как бы честно. И действительно, некоторые эксперименты БЭМа, они выглядели, ну, там были примеры, где люди избегали некоторых картинок, и он это объяснял примерно тем, ну, других картинок, не порно. Объяснял это тем, что, ну, люди уже видели эти картинки в будущем, поэтому не хотят видеть их снова. Ну, как с этим вообще бороться? Бороться с этим понятно как. Можно просто понимать, что есть, ну, два типа исследований. Вы можете действительно взять какие-то данные, в них копаться, и сформулировать какую-то гипотезу на основании этих данных, но не стоит сразу говорить, что вот мы здесь что-то доказали. Нужно взять и сделать прямое воспроизведение. Что это значит? Не всякое воспроизведение эксперимента будет прямым. Вы должны заранее зафиксировать уже точно вашу гипотезу, именно порно, именно картинки, именно предвидят в будущем, вот именно с помощью такой программы, которую мы используем, и взять и перепроверить. И вот если бы БЭМ взял вот этот свой один эксперимент с порно из будущего и не сделал 8 других экспериментов, где были другие гипотезы, где проверялись другие эффекты, а взял один и тот же эксперимент, повторил его 9 раз независимо, и 8 из 9 раз у него получилось воспроизведение, то он должен был получить, наверное, Нобелевскую премию. Но у него было 9 экспериментов, все они были разные, то есть в каждом случае у вас была возможность подрисовать гипотезу под данные. И поэтому у него не было прямых воспроизведений в этих 9 экспериментах. В медицине проблема вот этого сокрытия некоторых данных решается с помощью так называемой процедуры пререгистрации исследований, которая заключается в том, что, ну, допустим, вы хотите, чтобы ваш препарат вышел на американский рынок. FDA-регулятор ваших препаратов, он не будет рассматривать любое ваше заявленное исследование. Но сначала вам сказать, я буду проводить исследование по всем правилам, вы его заранее описываете, что именно вы будете делать, какая у вас гипотеза, какой вы ожидаете примерный размер эффекта от вашего препарата, как вы будете оценивать эффективность вашего препарата. И только после этого вы, значит, вы это уже объявили, это опубликовано, и после этого вы проводите ваш эксперимент, и после того, как вы его провели, вы сообщаете результаты. Вы, в принципе, законодательно не обязаны сообщать результаты, вас никто не посадит, что вы не сделаете, но для тех людей, которые будут потом оценивать эффективность вашего препарата, они увидят, что есть исследования, результаты которых не сообщены. И это будет для них поводом задуматься и усомниться в надежности ваших результатов. В качестве примера возьмем гомеопатию. На сайте clinicaltrives.gov, вот этот в американском, есть 62 завершенных исследований гомеопатии, то есть с ключевым словом гомеопатия. 62. Как вы думаете, сколько из них, из этих завершенных исследований, имеют опубликованные результаты? 11. То есть 20%. Большую часть исследований мы не знаем, чем они закончились. И это повод задуматься. Есть одно исследование с положительным результатом гомеопатии, и именно это исследование все гомеопаты цитируют, забывая, что есть еще, во-первых, несколько, которые с отрицательным результатом, некоторые, которые просто кривые, и 50, которые никто не знает, чем они закончились. И пытаются на основании этого сделать какой-нибудь вывод. Ну вот пример из реальной медицины, уже не из альтернативной. Есть такое лекарство с альтами виртом и флю. И совсем недавно, вот свежая новость в British Medical Journal опубликованная, в общем, семейная организация здравоохранения сказала, мы этот препарат исключаем из списка жизненно необходимых препаратов. Почему они это сделали? Дело в том, что включение этого препарата в список было основано на неполных данных. То есть фармкомпании провели некоторое количество исследований, потом часть из них опубликовали и сказали, смотрите, какой у нас офигенный препарат. Он всем нужен, он снижает смертность, он прямо зашибись. На основании этих не всех данных Великобритания закупила этого ассельта мивира на 600 миллионов фунтов, США на 1,5 миллиарда долларов. Ну вот-вот включил этот список. Но некоторые критики говорили, блин, а мы же тут не все данные-то есть, а где все остальные? И много лет пытались выбить из фармкомпании эти данные. И в итоге все-таки выбили, на них посмотрели, на все данные сказали, ну да, типа он, конечно, видимо, работает, но сильно не так эффективно, как мы полагали. И при этом он не снижает количество госпитализации, не снижает смертность, у него есть побочные эффекты. В общем, нет никакого смысла его прямо всем выписывать и закупать на уровне государства, тратить на это миллиарды. Нужно делать другие вещи за эти деньги, намного более эффективные. Ну и вот как бы результат того, что какие-то данные были сокрыты. И это может наблюдаться, в общем-то, в более-менее где угодно. Вот еще одна иллюстрация этой же проблемы. Это такая сатирическая заметка психолога Арины Боунс как раз на тему рефлексии по поводу экспериментов Бэма. Она говорит, да Бэм вообще ничего нового не открыл. Это все давно уже было известно психологам, что можно предвидеть будущее. 97% исследований в области психологии — это положительные результаты, если взять случайную выборку журналов. Это значит, что вам вообще не нужно гипотезу проверять. Если вы ее сформулировали, она уже, скорее всего, правильная. Зачем тратить деньги, гранты на то, чтобы проверять вашу гипотезу? Мы предвидим будущее. П меньше, чем 0,05. Ну, в общем, да. Понятно, что на самом деле, скорее всего, это означает не то, что психологи заранее знают, что получится, а просто есть куча исследований, которые где-то спрятаны в шкафчике, лежат и пылятся, никто о них никогда не узнает. Авторы вот этой статьи, они пошли дальше, они сказали, что мы вам покажем, как можно доказать вообще все, что угодно. Вот давайте мы докажем, что прослушивание определенных мелодий омолаживает. И сделаем это, используя некоторые приемы, а именно единственный прием, который мы будем использовать, это мы скроем часть тех процедур, которые мы проводили. Вот есть две версии пересказа содержания работы. Вот одна, которую я сейчас вам расскажу, переведу, а другая, это которая была на самом деле, которая бы не пошла в научный журнал, не была бы опубликована. Вот что было бы, например, опубликовано? Мы взяли 20 человек, случайным образом разбили их, кто-то слушал песенку «Когда мне будет 64» группы Битлз, кто-то слушал Калимбу, музыку из Windows 7. А потом этих людей мы попросили обозначить свой возраст по паспорту, ну, дату рождения, а еще указать возраст своего отца. Ну, возраст отца мы использовали для нормировки изначального возраста нашей выборки, с помощью некой статистической модели. И дальше мы сравнили возраст с учетом этой нормировки у людей, которые слушали ту или другую песню, получили разницу полтора года. То есть прослушивание песенки «Когда мне 64», оно типа на полтора года у нас омолаживает, биологический возраст. Ну, понятно, что это полный бред, да? Не может прослушивание песни вашу дату в паспорте изменить. Но как же они это получили? Ну, дальше раскрывают они свои карты. Это же у них тоже было, у них же было замазано специально таким шрифтом другим. На самом деле они взяли больше испытуемых, но на 20 у них получился нужный эффект, поэтому они остановились. Было песни 2, 3, но с третьей ничего не получилось. Кроме того, они спрашивают не только возраст отца, но и возраст матери. Считает ли человек, что компьютер — это сложное устройство. Тоже на этом можно, видимо, поправку сделать, чтобы возраст как-то учесть, там, политическую ориентацию, еще что-то. Вот. И дальше они сообщают, что, ну, в общем-то, этот P меньше, чем 0,05, который они получили, получается только в том случае, если используют эту статистическую модель, которая делает эту поправку. А если мы просто посмотрим на реальный, ну, средний возраст, то, естественно, он одинаковый в обоих группах, потому что группы набирались случайно. Поэтому никакого эффекта, естественно, умоложения здесь нет. Ну вот, все это как бы было бы скрыто, и мы бы получили ложноположительные результаты. Дальше они показывают, что, в общем-то, вот применяя такую методику, там, более чем 70% случаев можно, с учетом, там, тех выборов, которые они использовали, получить положительный результат абсолютно на пустом месте. Ну, и все-таки давайте про этот наболевший P меньше, чем 0,05. Пару слов я скажу. Очень часто это значение неправильно интерпретируется. Как я сказал, там, P меньше, чем 0,05 означает, что вероятность того, что если никакого эффекта на самом деле нет, мы получим по случайным причинам такой или более выраженный эффект меньше, чем 5%. Часто интерпретируется неправильно. Есть очень полезная статья Дэвида и Калкихона. Ее, к сожалению, на русский не переводили, поэтому это для тех, кто англоязычен. Я рекомендую ее прочитать. Но я просто приведу некоторую иллюстрацию. Проблемы. Предположим, что у вас есть некоторый тест, который позволяет вам понять, больны вы каким-то заболеванием или нет. И тест имеет такое свойство, что 96% больных по этому тесту окажутся больными, 96% здоровых, поэтому тест окажутся здоровыми. То есть он достаточно такой, кажется, надежный. Но так сложилось, что болезнь это редкая. И встречается только у одной тысячной вашей популяции. Знаешь, например, у вас есть 100 тысяч человек. И они все прошли этот тест. Из 100 тысяч человек у вас тысяча больные. Ну, по условию задачки 99 тысяч здоровые. Тысяча человек, которые прошли тест, будучи больными, из них 960 реально больные, и тест сказал, что они больные. А 40, ну, больные, но тест сказал, что они здоровые. Ну, ошибка. 99 тысяч здоровые, про них 95 тысяч 40 тест сказал, что они здоровые. 3 900 сказал, что они больные. Хотя на самом деле они здоровые. И вот у вас получилось, что тест у вас положительный. И если человек на самом деле здоров, то вероятность того, что тест ошибется, ну, всего меньше 5%. Маленькое. Но мы знаем, что у нас человек, он из этой выборки, и он имеет положительный результат теста. Но среди людей, которые имеют положительный результат теста, только 960 реально больны, а 3960, они здоровые, имеют ложноположительный результат. И если вы хотите понять, какова вероятность того, что данный человек, получив положительный результат теста, является больным, вы должны поделить эти 960 на 960 плюс 3960, получить так называемую условную вероятность того, что человек болен при условии, что он получил положительный тест, с учетом этой маленькой изначальной вероятности. Ну и оказывается, что только с 20% вероятности человек болен, несмотря на то, что у него положительный тест. А здесь представьте себе, что мы ввели массовое скринирование на это редкое заболевание, всех людей протестировали, а лечение какой-нибудь серьезной, типа химио-радиотерапия плюс пересад костного мозга впоследствии. И стоит это там миллион баксов. И вот 80% людей, которых вы лечите, вы их лечите напрасно. Вы наносите больше вреда вообще людям, чем пользы. Поэтому вот в таких условиях, если заболевание редкое, положительный результат теста должен быть не основанием для того, чтобы срочно вас лечить, а для того, чтобы сделать еще один желательно независимый тест, чтобы убедиться в том, что на самом деле это реально та болезнь, которая нас интересует. Ну, понятно, что конкретные цифры будут зависеть от реальности частоты какой-то болезни, от надежности теста. Тесты бывают разные, это просто все взято для примера. Дальше с этим ПВЛ есть еще по значению есть еще другая проблема, которая была очень хорошо проиллюстрирована вот этим комиксом. Грубо говоря, у нас есть двое ученых, и они решили проверить, не вызывают ли конфетки какого-нибудь цвета прыщи. И вот они взяли красные конфетки и проверили, не вызывают ли они прыщи. Нет, не вызывают. П больше, чем 0.05 у них получилось. Потом синие конфетки проверили, фиолетовые, оранжевые, ну и так далее, и так далее. Проверили 20 разных типов конфеток. Но в итоге они получили, что зеленые такие, вот, поменьше, чем 0.05 связаны с прыщами. По 19 других они выкинули. Но вообще в среднем, вот, если на самом деле ни одна из конфеток не вызывает прыщи, в среднем в одном случае из 20 вы получите это, поменьше, чем 0.05. Но вот дальше, но статья будет выглядеть примерно так. Ученые доказали, что зеленые конфетки, связанные прыщами, 95% уверенности, только 5% вероятность случайного совпадения. Вот это пример неправильной интерпретации этих результатов. На самом деле все случайно, не сделано поправку на так называемые множественные сравнения, множественные испытания. Вы проверяли сразу 20 разных гипотез, и вероятность того, что хотя бы в одной из этих гипотез получится такой же или более, ну, при проверке хотя бы одной из этих гипотез получится такой же или более радикальный, ложноположительный результат, ну, она существенно больше, чем 5%. И вот это касается всяких самых разных областей деятельности, в том числе и науки. Например, нейробиолог Крейг Беннетт получил Шнобелевскую премию, но за очень правильную работу, в общем, он изучал рыбку. Он помещал рыбку в томограф и показывал рыбке фотографии людей в разных социальных контекстах, и пытался понять, есть ли в области мозга у этой рыбки, которая отличает людей в разных социальных контекстах. Ну, и получилось, что вот отличает вот именно здесь, но весь прикол был в том, что рыбка на самом деле была дохлая. И это был специальный такой троллинг страны Беннета, потому что он хотел объяснить следующее, что вот когда вы засунуете рыбку в томограф, ну, мозг этой рыбки представлен некоторым большим количеством так называемых вокселей, мест, где вы можете померить наличие некоторой активности мозговой как бы. Но еще есть шум у этого прибора. Иногда он показывает активность там, где на самом деле нет, есть какая-то вот ошибка. И если мы возьмем, если мы не будем учитывать тот факт, что таких мест, которые мы сравниваем между рыбкой в одном состоянии и в другом состоянии, когда я показываю разные фотографии, очень много, не сделаем поправку на то, что мы тестируем много разных гипотез. То есть, если здесь активность меняется, если здесь, если здесь, если здесь и так далее, то мы можем получить с высокой вероятностью ложноположительный результат. Ну и Беннет обращал внимание на то, что некоторые его коллеги вот такую поправку не делают. Некоторые делают, другие не делают, и вот те, кто не делают, они не молодцы. Другой пример — астрология. Был такой человек, его звали Мишель Гоклен, он в свое время открыл, по его мнению, что есть доказательства научной астрологии, что вот знаменитые спортсмены намного чаще имеют Марс в момент их рождения, расположенным в двух из 12 секторов неба, на которые астрологи это небо делят. Вот эта вот картинка, вот типа это случайное распределение, вот из два сектора, и там вот Марс встречается сильно чаще. И P-value, который он получил, это вот P, значит, вероятность того, что так получили по случайным причинам, не 0,05, а 5, меньше чем 5 десятитысячных. То есть очень маловероятно, что такое получится случайно. Но проблема заключается в том, что в астрологии, во-первых, есть 12 секторов, а значит, есть 12 умножить на 11 пар секторов, и есть 10 планет. Ну, планет в кавычках, ну, просто астрологи не только смотрят на реальные планеты, они еще смотрят на Солнце. Солнце — это как бы планета, Луна — это как бы планета, Плутон — это как бы планета. Вот. И несмотря на всю критику. Ну, в общем, так или иначе, если мы пересчитаем все эти комбинации, то получается, что, в общем-то, надо считать не вероятность того, что именно Марс окажется в этих двух секторах, а нужно почитать другую вероятность. Вероятность того, что найдется хотя бы одна планета, и комбинации из двух секторов такие, что вот в такой выборке, которая была у Лаклена, будет столько же или больше людей, которые будут иметь вот такую вот комбинацию планет и двух секторов. И если мы вот это учтем, и мы пересчитаем эту вероятность, то мы получим вот такой P-value — 0,245. То есть практически в четверти случаев, если мы возьмем такую же выборку, как была у Лаклена, мы найдем эффект какой-нибудь планеты в каких-нибудь двух секторах. Никакой астрологии здесь даже не пахнет, это просто следствие процедуры подбора, скажем, вот та же самая подгонка гипотезы под данные. Все видите, что After Punching? Ну да, это картинка из моей статьи в журнале «Скептик». Это не научный журнал, но скептический. Вот. Другой пример. Тоже After Punching. Статья в журнале «Критика и ревьюзи в биотехнологии». Мы с коллегой решили проверить, а вот что с статистикой в этом плане у тех товарищей, которые говорят, вот ГМО — это опасно, оно вызывает какие-то изменения в организме. И вот было пять самых значимых таких работ в этой области, таких вот критичных по отношению к ГМО, мы на них посмотрели. В одной статье оказалось, что вообще никакого статистического анализа не было. В итоге эту статью, кстати, отозвали из научного журнала. Это была та знаменитая работа Сиролини. Если сделать там статистический анализ, то оказывается, что никакой разницы между крысами, которые ели генно-модифицированную кукурузу и не ели, в общем-то, нет. Там даже P меньше, чем 0.5 нельзя прорисовать. То есть все совсем плохо. А в остальных оказалось, что не сделана эта самая поправка на множественность вот этих разных сравнений. То есть представьте себе вот самый радикальный пример. Взяли 10 крыс в экспериментальной группе, 10 крыс в контрольной группе. Одних кормили ГМО, других кормили не ГМО. А потом посмотрели на активность работы нескольких тысяч генов. И оказалось, что для некоторых генов из этих тысяч генов действительно там с P меньше, чем 0.0.1 есть какой-то эффект, какое-то отличие между этими группами крыс. Но понятно, что если вы смываете на тысячу разных генов, то у вас есть тысячи разных гипотез, еще больше, чем у Гаклена. И вы обязательно получите какой-то положительный результат. Он, скорее всего, будет ложноположительным. А воспроизведений независимых, прямых воспроизведений никто этих экспериментов не делал. Ни одно из этих исследований про страшные ужасы ГМО никем никогда независимо не воспроизводилось. Ну и, собственно, мы на основании вот этого всего, этого анализа, пришли к выводу, что, в общем-то, эти работы не доказывают ничего. Теперь немножко уйдем от статистики и поговорим про другие примеры ошибок, которые бывают. Вот этого человека зовут Жак Бенвинист. И он уряд двух шнобелевских премий. Это прямо рекорд. По-моему, больше ни у кого такого нет. Первое, он получил за открытие того, что вода является разумной жидкостью и обладает памятью. Правда, неизвестно, есть ли у нее склероз, но памятью она обладает. Если вы когда-нибудь вообще услышите слово «память воды», то это вот он открыл, если что. И второе, за то, что вода не только обладает памятью, но сохраненная в ней информация, может быть, передана по телефону или интернету. Это тоже его открытие. И, кстати, вот есть отечественные школы научные, скажем так, которые обе эти идеи пытаются развивать. В частности, вот со второй идеей. Про первую я буду говорить подробнее, а про вторую скажу очень кратко, что в МГУ есть одна кафедра на биофаке, заместитель заведующего которой, они, значит, занимаются исследованием, что вот можно взять лекарство, иногда вообще гомеопатическое даже лекарство, и можно его отцифровать, передать через интернет на компьютер, с компьютера записать на компакт-диск, на компакт-диск поставить стакан с водой, вода зарядится, вы ее выпьете. Но главное вовремя перезаряжать воду и покупать абонемент заново-заново, иначе вот не очень долго хранится информация в этой воде. Ну, в общем, как он доказывал, что вода обладает памятью? У него была пресс-статья в журнале Nature, то есть это очень известный и серьезный научный журнал. Кстати, она до сих пор не отозвана, но раскритикована. Значит, что делал бенвинист? Он брал антитела и разводил их очень-очень-очень-очень много раз. Ну, определенные антитела, неважно какие, в сути это не меняет. То есть он получал такое разведение этих антител, что там этих антител, в общем-то, уже не осталось. Назовем это гомеопатическая вода, потому что в гомеопатии тоже получают путем наркотных разведений, так что там ничего не осталось. Кроме того, у него была обычная вода, в которой не было этих разведений. Дальше он брал клетки человека и капал на них либо в обычную воду, либо в гомеопатическую. Это были клетки определенного типа, они называются бозофилы. И дальше он смотрел на выброс вещества, который называется гистамин. Выбрасывает клетки гистамин или не выбрасывает. И оказалось, что гомеопатическая вода по-другому воздействует на этот выброс, чем обычная вода. На основании чего он заключил, что вот вода как бы гомеопатически отличается по своим свойствам, физиологическому воздействию, если это вот у нее есть как бы память. Ну, когда статья была опубликована в журнале Nature, там была такая приписка от редакции, что, в общем-то, это, конечно, полный бред. Ну, то есть, как бы, это противоречит современным законам физики и химии. Ну, как бы, ему, типа, либо Нобелевскую премию нужно давать, либо есть что-то не так. И мы хотим это перепроверить. И сам редактор журнала Nature, Джон Мэддокс, вместе с еще двумя скептиками, отправились в лабораторию Бенвиниста. И там они сделали такое наблюдение, что Бенвинист знает, когда он проводит все измерения, оценки, где у него обычная вода, а где у него гомеопатическая. И что, может быть, это как-то влияет, а то, ну, где-то они там округляют в не ту сторону, или еще что-нибудь. Вот это, может быть, причина этого результата. Тогда они сделали то, что называется слепым экспериментом. То есть, они взяли и попросили, давайте мы его зашифруем, вашу водичку, где гомеопатическая, где обычная вода. Шифр они спрятали в конверт, конверт приклеили к потолку в лаборатории, проверили все измерения, после этого вскрыли шифр, и оказалось, что эффекта нет. И журнал Nature опубликовал другую статью про то, что, в общем-то, это все не воспроизводится, если сделать это более аккуратно. И с тех пор было много исследований, в которых пытались показать эффективность или воздействие некоторой биологической вот таких вот сверхразведенных растворов. И вот есть такая закономерность, что если это делается слепым методом, где невозможно повлиять на результат эксперимента, будучи экспериментатором, то эффект не подтверждается. Если это делается не слепым методом, то когда как? И вот все современные истории про всякую вот эту память воды, которая продолжается по сей день, они все вот ровно такого рода. То есть не аккуратно ставится эксперимент, не учитывается вот этот печальный опыт Жака Бенвиниста. И вот, собственно, пример современных последователей этого Жака Бенвиниста, который тоже разбавляет антитела, тоже так, чтобы ничего от них не осталось. Есть такое явление, которое называется скрытая гомеопатия. У нас есть такой Олег Эпштейн, он член-корреспондент Российской Академии Наук, он директор компании, которая называется Материя Медик, она производит такие препараты, как анаферон, эргоферон, импаза. В общем, они лечат все, что только можно. Анаферон, там, от энцефалита, от гриппа, от гриппа, что только можно. Как устроены эти препараты? Почему скрытая гомеопатия? На упаковке анаферона будет написано содержит 0,003 грамма действующего вещества. Казалось бы, есть действующее вещество. Звездочка. Под звездочкой, маленьким шрифтом. Возведение 10 в минус 15. Вроде бы еще есть действующее вещество, да? Нанограмм на грамм. Вот если вы все три эти величины перемножите, получите 10 в минус 26, по-моему. То есть там ничего нет. И ни одной молекулы, скорее всего, там нет этих исходных антител. И, в общем-то, авторы даже это признают. Там нет этих молекул, что просто там есть что-то подобное памяти воды. Так называют они это релиз-активность, вместо того, чтобы называть памятью воды. Но суть это не меняет. По сути, та же самая память воды. Так вот, они скрывают этот факт от потребителей, что у них там ничего нет. Раньше они называли свои препараты гомеопатическими, потом они убрали слово гомеопатия из названия. Теперь эти препараты зарегистрированы как негомеопатические. И они скрывают факт этой гомеопатии и от рецензентов, когда они пытаются опубликоваться в международных журналах, что им удается. Вот это вот список некоторых журналов, неполный, в которых Олег Экштейн опубликовал некоторые статьи своей компании. Вот, начну с этого примера, потому что он самый красивый. Drug Discovery Today — это хороший, нормальный медицинский журнал. Он здесь самый большой, имеет импакт-фактор. То есть, чаще всего цитируются статьи из этого журнала, чем по сравнению с другими журналами. Здесь опубликован обзор. То есть, это пересказ, ну, уже проведенных исследований. Авторы этого обзора являются, основные авторы этого обзора являются специалистами по инсулиновым рецепторам. Инсулин, гормон, который нужен, там, ну, знаете, что такое инсулин, наверное, не буду вдаваться в подробности. В общем, они написали нормальный обзор по инсулин, взяли деньги от Олега Экштейна, о чем они пишут, то есть полученные деньги от компании «Материя Медика», включили Экштейна в соавторы, и заслуга Экштейна — это один абзац в этом тексте, где просто четыре ссылки на его исследования. Там нет ни слова про гомеопатию, ни слова про сверхсильное разведение, есть только на этой самой релиз активности, которую вообще никто никогда в жизни не слышал, кроме самого этого Экштейна. Мы с Никитой Николаевичем Хромовым Борисовым, который сидит здесь в зале, тоже член комиссии борьбы с уже наукой, и с моей коллегой Евгенией Дуевой, она «Медицинский химик», мы написали в этот журнал, вы их спросили, а можно ли мы вам напишем критику? И они нас пригласили написать критику, и у нас сейчас на рецензии висит статья, где мы этот обзор троллим, посмотрим, что из этого выйдет. А вот это другие статьи, в которых мы находимся, те же самые ошибки, а именно отсутствие ослепления, отсутствие рандомизации, то есть когда не случайно помещаются образцы в одни условия или в другие условия, неправильно приведен эстетический анализ и все такое. И вот мы, я пропущу, а вот мы в пять журналов писали критику. Мы объясняли, смотрите, у вас здесь гомеопатия, скрытая, скрытый конфликт интересов, то есть автор не заявляет, что он вообще-то является директором компании, которая производит те препараты, тех, которые они здесь вам пытаются, эффективность которых они пытаются обосновать. И кроме того, что здесь есть ошибки, ошибки самого разного толка, ну, прежде всего, вот, с отсутствием ослепления, рандомизации, на мой взгляд, это самые важные проблемы. И один журнал просто забил, вообще никак не отреагировал. Три журнала сказали, мы с этим разберемся, и ничего не сделали. И вот один журнал опубликовал критику. Вот Medical Warology, это вот наша статья с Евгением Дуевой, вот в этом журнале, где мы говорим, гомеопатия скрытая, у вас там ошибки. Вот. И проблема заключается в том, что, ну, очень сложно даже в научном сообществе как бы рассказать про эти ошибки. И вот про эти все пять кейсов мы также написали в этот журнал Drug Discovery Today. Там мы приложили всю нашу критику, поэтому эти журналы не опубликовали, а это, может, опубликует, я не знаю. Посмотрим. Вот. Ну, и чтобы просто оценили фееричность того, что они там заявляют, там вот эта цитата из одной из работ Олега Эйфштейна. Мы считаем, что геном не порождает новую физическую сущность поля, а интегрирует организм в супрамолекулярный эфир, что обеспечит структурную основу целостной регуляции организма. Напоминаю, член-корреспондент Российской Академии Наук. Генетическим кодом любого индивидуума является не просто первичная последовательность нуклеотидов, а их уникальная целостная географическая пространственная организация, обладающая собственным набором тонких супрамолекулярных колебательных характеристик. Передаваемые из поколения в поколение ДНК способны в своей колебательной структуре сохранить общевидовые пространственные параметры и, по сути, обеспечит подключение будущего организма к эволюционно сложившейся на супрамолекулярном уровне общевидовой пространственной матрице. Вот все такие рецитатки мы включили в наш обзор, вот в этот журнал «Drag Discovery Today» пунктиками. Вот смотрите, что написано в статье, на которой ссылается ваш обзор в вашем уважаемом журнале. Посмотрим, что скажут рецензенты. Ну, вот эта вот история совершенно мне очень напомнила эти цитаты, мне очень напомнила замечательную статью в журнале «Judgment and Decision Making», которая переводится так о восприятии и распознавании псевдоглубкомысленной чуши. Авторы исследовали, почему некоторые люди ведутся на всякую чушь. И вот, в частности, в качестве примеров, они использовали некий генератор псевдослучайной чуши. Вот это пример того, что породил этот генератор. «Целостность приглушает бесконечные феномены, скрытый смысл трансформирует в непревзойденную абстрактную красоту». А вот эта вот цитата реального чувака, это Дипак Чопра, это такой очень известный на Западе представитель альтернативной медицины, который вдохновил авторов, собственно, этой исследовании. Вот эта цитата, мне очень нравится. «Ваше тело, предприятие по переработке, чтобы оставаться здоровым, испытывать легкость бытия, поглощайте биоразлагаемые растительные фотоны». В общем, это вдохновение, а вот это то, что они показывали людям, и они пытались понять, чем отличаются люди, которые находят смысл в этом. И нашли следующее, что люди, которые находят смысл в этом, они, во-первых, чаще верят в всякую псевдоналучную чушь, во-вторых, они более религиозны, в-третьих, они чаще доверяют своей интуиции вместо того, чтобы задуматься о том, правильно ли они думают. Это некоторый такой есть тест, который принят в психологии, который позволяет оценить то, что называется склонность к аналитическому мышлению, задуматься о том, правильно ли вы думаете. В общем, задумайтесь о том, правильно ли вы думаете, задумайтесь, если смысл в том, что вы читаете. Вот еще просто несколько примеров прекрасного. Это другой уже гомеопат. Это Алексей Карпеев, председатель Национального совета по гомеопатии. Тот, который судился с Ассией Казанцевой с ее статьей в журнале «Вокруг света», которая называлась «Разведенная магия» или «Растворенная магия». Гомеопатический препарат — это и есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологий потенцирования, которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма, то есть подобные взаимодействуют с подобным. Ну и последний пример. Вот Петр Гаряев. Кто знает, кто такой Петр Гаряев? Поднимите руку. А, он уже не такой знаменитый, как в моей молодости. Наши мысли, благодаря визитущей энергии токсионного поля, создают резонанс в высшем духовном мире, а тот, соответственно, организует события нашей жизни, события физического мира. Кандидат биологических наук, окончил биофакт. В общем, много всякого такого бреда существует и полезно о нем знать. И интересно, что иногда бред такой просачивается в научные журналы, а то, что это легко просачивается в научные журналы, было красиво проиллюстрировано Михаилом Гельфандом, который под псевдонимом сделал следующее. Он взял некий российский журнал, который входит в список ВАГ, входил, точнее, в список ВАГ, уже больше не входит из-за этой истории. Назывался он «Научный журнал научных публикаций аспирантов-дектарантов». И они взяли статью, значит, они взяли генератора случайных текстов на английском языке. В нашем институте разрабатывают автоматические переводчики. Они взяли, значит, разработанные в нашем институте автоматические переводчики с английского на русский, перевели этот бред на русский. И дальше они немножко это подредактировали, отправили вот в этот журнал. И там были совершенно… Ну, чтобы оценили, как бы, уровень бреда. Статья называлась «Корчеватель, алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». А вот, смотрите, какой классный график. Частота в градусах Цельсия, время поиска в цилиндрах. И знаете, что самое прекрасное, что на эту статью была получена, я ее видел, она есть в интернете, осмысленная рецензия, в которой были выявлены недостатки этой работы. А именно, что вот местами было плохо написано с точки зрения русского языка, вот здесь бы поправить, и будет отличная работа. И это было опубликовано. Но это лишь один из примеров такого отечественного разоблачения. Самый известный пример на уровне международном это история с физиком Аланом Соккалом, который взял некоторый журнал постмодернистский по социологии, который называется «Social Text», и закинул туда, значит, статью на полном серьезе, которая называлась «Нарушение границ трансформационной герминевтики квантовой гравитации». И вот там были совершенно замечательные утверждения, что от идеи морфогенетического поля парапсихолога Руперта Шевдрека объявлено, он и объявил революционные теории квантовой гравитации. Если что, этот чувак, вот Бэмон, хотя бы в научных журналах публикуются, этого даже не допускают туда. Он там бросал вызов догме, что существует внешний мир, свойство которого не зависит от отдельных людей и человечества в целом, что физическая реальность на фундаментальном уровне является социальным и лингвистическим конструктом, что психоэнергетическая теория Жака Лакана подтверждается недавними исследованиями по квантовой теории поля, а квантовая физика согласуется на глубоком уровне с фотомодернистской философией и познанием». Ну, в общем, вывод Соккала в итоге был в том, он потом признался, что писал специальный бред, который особенно бредовал с точки зрения физика, что он писал эту статью, ну, как бы, исходя из гипотезы, что вот если в такой постмодернистский журнал написать что-то, что идеологически как бы выравнивается с тем, во что они там верят, ну, в частности, что вот хвалится постмодернистская философия познания, все согласуется с квантовой механикой, то опубликуют любой бред, ну, и он оказался прав. А вот более свежая, правда, история с менее знаменитым социальным журналом, статья называлась «Концептуальный пеницер социальный конструкт». Авторы этой статьи, честно, признавали, что они редактировали, пока они сами не понимали, о чем она. И там самое прекрасное, что они дальше как-то из этого выводят роль этого социального конструкта в появлении глобального потепления. То есть, ну, в точке зрения, в общем, им, мне кажется, нужно дать Нобелевскую премию по литературе, потому что это шедевр. В общем, что тут можно попробовать делать? Есть такой, был такой знаменитый философ Карл Поппер, который сформулировал такой критерий фальсифицируемости, что в науке гипотезы должны быть такими, что они принципиально могут быть опровергнуты, что можно придумать такой способ проверки, что после этого мы должны будем отказаться от нашей гипотезы, в том случае, если она не верна. Мне кажется, ну, это самая знаменитая идея, которая ему принадлежит, а есть чуть менее знаменитая, но она мне тоже очень нравится. Это идея, которую он называл «Эволюционная эпистемология». Есть статья, можете прочитать ее в интернете. Он говорил, что вот в науке происходит что-то похожее на эволюцию, вот как по Дарвину. Вот только в эволюции по Дарвину выживают наиболее приспособленные виды, а вот в науке выживают наиболее приспособленные гипотезы. Те гипотезы, которые выдерживают наибольшее количество проверок, испытаний, сверок с реальностью и так далее, и так далее. И вот если мы будем придерживать, собственно, этих принципов фальсифицируемости, то наука будет эволюционировать, и мы будем получать все более и более надежные знания. А я бы эту идею еще раз ширил, сказав, что, в общем-то, касается не только фактов, вроде того, что там Земля — это шар, а не плоскость, а касается в том числе и самого научного метода, что вот есть куча разных ошибок, и глядя на то, как эти ошибки проождают заведомо абсурдные вещи, вроде там гомеопатии, предвидения будущего, памяти воды, мы можем совершенствовать сам метод, и он тоже может эволюционировать. И, собственно, может быть, наука, в частности, отличается от уже науки и тем, что ученые адаптируют свои методы, а макобесы — нет. Я проиллюстрирую это некоторым примером. Вот журнала Nature публиковала статью вот про эту зверушку, она называется ксенотурбелла, и было сказано, что это моллюск, потому что провели анализ ДНК, и оказалось, что он похож на моллюск, есть у него гены моллюсковые. А потом оказалось, что это не моллюск, а это зверушка, которая ест моллюсков. И поэтому, когда она ест моллюсков, то в ней оказывается ДНК моллюск. То есть авторы исходной статьи как-то не учли возможность загрязнения образцов их ДНК, некоторых ДНК чужеродные из пищи. Ну, дальше это было поправлено, и теперь как бы все в порядке, истинно установлено, никто не настаивает на том, что это традиция, считать это моллюском, мы будем настаивать на том, что это моллюск, в общем, такого никто не делает. Это нормальное развитие науки. А в некоторый момент времени мне пришла на рецензию статья про геном снежного человека. и прислали последовательности ДНК снежного человека, и утверждали, что вот, смотрите, это как бы не просто даже снежный человек, это как бы гибрид человека, образного животного, и там, медведя, точнее, не медведя, а, точнее, гибрид человека и снежного человека. Вот, я извиняюсь. И я глянул на те последовательности ДНК, которые прислали, я сам биоинформатик, моя профессия это изучение последовательности ДНК, в частности. И я смотрю, и говорю, знаете, вот у вас тут похоже, вот что случилось, видите, вот эти вот последовательности, это точно человек, просто вот один в один, а вот этот совершенно точно, ну, скорее всего, медведь. Точно сказать не могу, но вот с высокой вероятностью это медведь. А какого-то, ну, еще не прочитанного вида, неизвестного, ну, в общем, медведь. И, скорее всего, что произошло, это кто-то из вас положил палец в медвежью кучу, загрязнил ее своей человеческой ДНК, потом вы это прочитали и неумело сшили вместе, потому что, когда читают ДНК, читают не сразу, там, целые, там, миллионы букв, да, а читают фрагменты, потом их объединяют вместе с помощью некоторых алгоритмов компьютерных. И, в принципе, если вы им дадите кривые данные, они могут неправильно ну, в общем, статью в журнал научный не взяли после моей рецензии, но авторов это не смутило, они купили свой собственный журнал, публиковали там статью, естественно, там нет предсоединенных рецензий, там есть только положительная рецензия, одна от какого-то врача, который говорит, что снежный человек реален, ну, доказано, вот, смотрите, геном. Ну, это как бы мои слова, а потом в журнале нормальном, проситимся в Provo Society вышла статья, где сказали, знаете, вообще таких вот исследований про геномы снежных людей их очень много, и мы решили посмотреть, а что же там на самом деле в этот ДНК у всех этих заявленных находок снежного человека, и оказалось, что в каждом случае это загрязнение, либо енота-полускуна, либо какой-нибудь лисы, либо какого-нибудь медведя, либо какой-нибудь еще, там, не знаю кого, барсука, ну, в общем, в каждом случае это вот фигня вот такого рода, и вот эти люди, они как бы не эволюционируют, они продолжают анализировать свои загрязненные образцы и игнорируют вот это все усовершенствование научного метода в биологии в виде умения искать контоминации, загрязнений. Другой пример эволюции такого научного метода можно поиллюстрировать вот этим человеком, его зовут Оливер Холмс, звали Оливер Холмс, врач, он читал в свое время лекцию, которая называлась «Гомиопатия. Родственные заблуждения». Я очень рекомендую в Википедии найти, просто есть запись этой, ну, транскрипт этой лекции. Естественно, видео с Ютьюба не осталось, было это в 1842 году, потому что, вот, и что он говорил? Смотрите в своей лекции, он говорил людям, вот вы думаете, что гомиопатия работает, потому что основной аргумент у людей, что «а мне помогло». А вот посмотрите, какие бывают вещи, которые помогали, по мнению людей, в прошлом, которые нынче никто в серьезном вообще уме воспринимать не будет. Вот мероприкинизм, это лечение арифматита с помощью палочек, которыми водят вокруг тела. Или вот монархи накладывали руки, чтобы вылечить золотуху. Или вот оружейная мазь, она из пепла, земляных червей и жира диких кабанов, которые мажут не рану, а оружие, которое рану нанесло. А вот симпатическая пуза, где тоже мажут оружие. А вот вода со смолой вообще от всего лечат. И люди думали, что это помогает. Может быть, не нужно такой аргумент использовать в медицине, может быть, нужно как-то более аккуратно проверять ваше утверждение и как минимум быть специалистом в этой области, а не просто думать, о, а мне помогло. И вот, собственно, благодаря, в каком-то смысле, гомеопатии произошла революция в научном методе. В 1835 году немецкий врач Фриден Вильям Манховен провел первое рандомизированное двойное слепое клиническое исследование гомеопатии. Они взяли людей в таверне, они их разбили случайным образом на две группы, одним выписали гомеопатическую водичку, другим просто водичку, они не знали, что им выписали, дальше они записывали изменения своих симптомов в дневничке, а потом сравнили эти две группы, и оказалось, что между ними никакой разницы нет. Ну и после этого Фриден Вильям Манховен говорил всем, ну попробуйте воспроизвести наши эксперименты, если вы верите в гомеопатию. Но гомеопаты продолжали говорить, а мне помогло, и говорят то же самое в последующие 200 лет, полностью игнорируя все эти совершенства современной науки. Поэтому гомеопатия это уже наука. Другой пример, опять же, нам не стоит иметь двойных стандартов, это, в смысле, полно препаратов, которые сегодня выписывают людям, которые выписывают только потому, что либо какие-то пациенты думают, что им помогло, либо какие-то врачи думают, что их пациентам помогло, не имея при этом весомых данных в виде клинических исследований. И вот есть такой сайт, называется «Расцельный список препаратов». Он сделан врачом Никиты Жуковым, автором книжки «Медицина». Это не значит, что если препарат в этом списке есть, он точно не работает, но это значит, что, в общем-то, свидетельства в его пользу не очень убедительны. И нужно задуматься о том, насколько реально стоит его употреблять. Потому что, если мы не знаем, насколько препарат эффективен, мы также не знаем, насколько он может быть потенциально опасен, есть у него побочные эффекты и так далее. Ну, самый такой, наверное, яркий пример с использованием этого более совершенствованного метода проверки медицинских гипотез это история вот про некоторую хирургическую операцию, которую проводили на коленном суставе. Ее проводили в Америке только 700 тысяч раз в год на разных пациентах и это обходило 4 миллиарда долларов в год, а потом кому-то пришел в голову сказать, слушайте, а что это тоже какая-то такая вот гомеопатия? Давайте мы придумаем аккуратный эксперимент. Мы возьмем и сделаем плацебо-хирургию. То есть мы будем сравнивать людей, которых прооперировали, с людьми, которым сделали надрез в нужном месте, а потом зашили и операцию не делали. И оказалось, что разницы нет. И вот это все было абсолютно напрасно. То есть в медицине мы выявляем ошибки и медицина развивается именно за счет того, что мы эти ошибки выявляем и исправляем. И вот, наверное, последний такой вот, не знаю, гвоздь в гроб вот этого «А мне помогло» это вот это исследование в реале астматиков. И в каждом астматику предлагали, точнее не предлагали, им назначали в случайном порядке 4 типа воздействия. Одно воздействие это был ингалятор с лекарством, известным от астмы. В другом случае им давали плацебо-ингалятор, то есть лекарства не было в ингаляторе. В третьем случае давали плацебо-акупунктуру. То есть это было не просто иглоукалывание, а специально неправильное иглоукалывание, чтобы даже те, кто верит в иглоукалывание, не сказали, что это помогло. И четвертый тип вмешательства было невмешательство, то есть ничего не делали. И дальше делали два способа оценки того, помогло или нет. Первый способ заключался в том, что можно взять респирометр, померить то, как хорошо воздух проходит через, ну, как хорошо люди дышат, пропускную способность легких. Это объективный показатель, который, ну, просто измеряется приборчиком. А второй способ это спросить у людей, а что вам помогло? Как вы думаете? И когда брали объективную меру оценки, то оказалось, что, ну, лекарство помогает, а все остальное одинаково неэффективно. Можно ничего не делать, можно давать плацебо-акупунктуру, можно давать плацебо-ингалятор. Разницы нет. Но если спросить людей, что им помогло, то все помогает по сравнению с невмешательством, причем все помогает одинаково хорошо. Они не могут понять, что им помогло, они не могут этого сделать, и это совершенно нормально. Мы оцениваем, ну, эффективность на основании одного единичного случая, в то время как ошибаются ученые в своих выводах, даже когда они работают с тысячами людей, потому что вырывают все эти подводные камни, про которые я рассказывал на протяжении, там, первой половины лекции. Это очень сложно понять, что на самом деле работает, а что нет. Но люди по-прежнему, да, продолжают говорить, а мне помогло. И вот сейчас, в том числе и в научном сообществе, набирает популярность, например, идея, что вот есть, допустим, научно доказанная медитация. И вот тоже просто несколько фактов из одного из обзоров, посвященных этой теме, вот совсем, ну, не очень свежий, 2014 года обзор, они посмотрели, что про медитацию действительно есть аж 18753 исследования эффективности медитации. Из них только 3% это исследования, где сравнивали не с невмешательством, а сравнивали с активным контролем, то есть сравнивали с, например, тем, что человек, ну, хотя бы телевизор смотрел в контрольной группе и думал, что это ему может помочь, или там занимался спортом, или еще что-то делал. И, в принципе, ну, если мы оцениваем, помогает ли по мнению людей медитация по сравнению с невмешательством, то, ну, да, помогает, по мнению людей это неудивительно. А если мы смотрим на какие-то объективные параметры, и при этом мы сравним медитацию с каким-то активным вмешательством, то оказывается, что, в общем-то, медитация не лучше, чем просмотр телевизора. И то, и то, ну, как бы, субъективно, может быть, помогает. Ну, это не финальный вердикт медитации, да, и не то, что медитация — это плохо, да, если нравится, как бы, делайте. Ну, как бы, это немножко умаляет пафос, когда люди ходят, говорят, ой, я, типа, гуру медитации, типа, верьте мне, и все такое. Ходите на мои супер-мега-программы, там, мои тренинги личностного роста, и еще что-то в этом роде. Ну, все-таки, помогает ли нам рассказ о всех этих мифах для того, чтобы с ними бороться? Этот вопрос неоднократно поднимался во всяких, в том числе, научно-популярных тусовках. В частности, приводился такой аргумент, что вот есть такая штука, называется backfire effect, эффект обратного действия. Ну, грубо говоря, это было основано в некоторых экспериментах, когда людям показывали, скажем, листовку, где говорилось, что вот, вакцины не вызывают аутизм. А при этом люди изначально могли быть такие, которые верят, что вакцины вызывают аутизм, и оказывалось, что такая листовка, где говорит, что вакцины не вызывают аутизм, еще больше их убеждает в том, что вакцины вызывают аутизм. Вот это назвали эффектом обратного действия, и казалось бы, вот блин, мы пытаемся разоблачать мифы, а то хуже делаем, но, к счастью, оказалось, что это не воспроизводится. По крайней мере, самая крупная проверка, которая была сделана, там есть две, на самом деле, статьи, здесь я цитирую, в обоих не воспроизвелось. Одна из них там брали очень большую выборку людей и сравнивали, есть этот эффект для 36 разных типов мифов, и они не нашли подтверждения этого эффекта обратного действия. То есть, может быть, все-таки все не так плохо, может быть, можно разоблачать мифы, но на самом деле, про то, что, наоборот, рассказ о заблуждениях может быть эффективным средством популяризации науки, про это есть даже замечательная диссертация, замечательная популяризатор науки. Вот этого человека зовут Дерек Мюллер, и это, наверное, один из самых известных вообще в мире популяризаторов науки. У него, у его канала, который называется Veritasium, по-моему, там 3,5 миллиона подписчиков, или что-то в этом роде, и он в основном занимается рассказом о физике. И вот он, тот редкий случай, когда популяризатор науки защитил диссертацию, популяризацию науки. И, в частности, вот в его диссертации он сравнивал то, как люди обучаются, если им показывать ролики двух разных типов. Один тип, когда просто, ну, говорят, вот так вот в физике все устроено, смотрите, вот так вот, а потом их тестируют, а то поняли они материал, усвоили они эту программу, а в другом случае, чем говорят, смотрите, вот некий феномен, вот некоторое объяснение. Оно ложное, на самом деле вот так. То есть взяли, внесли миф, потом его разоблачили. И во втором случае люди лучше усваивали информацию, несмотря на одинаковую, примерно, длину этих роликов. То есть, вот есть некоторые основания полагать, что рассказывая об ошибках, мы можем как-то лучше доносить знания о науке. Ну и на ошибках мы можем все-таки сами учиться, и, может быть, так мы сможем сделать науку снова великой. Спасибо за внимание. Из-за лучших вопросов Александр подарит книжку. Да, спасибо большое за интересные лекции. У меня вот, в общем, вопрос такой. В продолжении этой лекции. Однажды мне было нужно получить информацию по поводу одного из таких приборов. То есть, есть такой медицинский прибор. Ну, их, вернее, есть масса. Они работают на магнитное воздействие на разные участки. Да, вот эти вот. Я решил исследовать, работает он или нет, ну, своими, так сказать, силами. Я, в общем, начал смотреть эти клинические исследования, как учат. Начал это читать, начал искать какие-то публикации. Публикации я никаких особо не нашел. В основном это была реклама. Иностранных тоже не нашел, но клинические исследования нашел. И они вроде как были, ну, достаточно такими, на мой взгляд, даже обоснованными. То есть, там, приводились какие-то данные научные исследования, слепое, двойное, там, и так далее, и так далее. То есть, 60% случаев помогает, в таком, да, извините, что долго. Вот. И, да, вопрос у меня в том, во-первых, ну, работает или нет, а во-вторых, как вот обывателю действительно найти, ну, правда это или нет. То есть, как, как он нам, в общем, да, определить, в общем, то есть, правда это или нет. Эти клинические исследования, они действительно рабочие или... Ну, во-первых, как вы понимаете, да, тут не зря упоминалась Нобелевская премия по литературе, да, потому что авторам некоторых, особенно российских исследований, очень хочется ее дать, потому что вроде бы не подкопаешься, да, то есть, исследование сделано так, как положено. И да, то есть, оно называется двойное, слепое, все остальное, все описано, и группы есть, и даже вот то, о чем упоминал Александр, есть поправка на множественные сравнения и так далее. То есть, вроде бы никаких вопросов нет. Но, когда начинаешь... То есть, не бывает так, что некий прибор, некое явление, некое лекарство существует только в пределах, предположим, какого-то одного медцентра, да, одного врача или там какой-то одной, даже очень гениальной группы. Обязательно должен быть бэкграунд. То есть, это откуда-то взялось, правильно? Обязательно должны быть какие-то международные аналоги. То есть, не бывает такого, чтобы оно вот только в одном регионе. То есть, это должно обрастать некой историей. И вот, если вы эту историю не находите, вы абсолютно правильно сказали. То есть, вы как раз и продемонстрировали, что вы не нашли историю, вы не нашли сопровождающий информационный фон. То есть, его просто нет, отсутствует. И это означает, что да, скорее всего, ну, с очень большой вероятностью можно утверждать, что это исследование было просто нарисовано. Для того, чтобы подтверждать правоту тех людей, которые продают этот прибор. Вот и все. У Алексея есть еще лекция у нас в группе Замуды, как проверять достойность медицинских данных. Там есть подсказки для обывателя, как вот эту проводить работу, которую мы не доверяем, что сделали другие люди. Правильно делаем. Спасибо за вопрос. Давайте я буду так. Один ряд, второй ряд, третий ряд. Так, чтобы было справедливо. Центральный ряд. Есть вопросы? Три, две, одна. Пропустили. Правый ряд. Так, подожди, интересно. Смотрите, похоже, что вы успели предвоситить все вопросы. Вы поменьше, наверное, пять. Слева сидели, там я в упражающей. Совпадение? Не думаю. У меня вопрос, на самом деле, сразу к двум лекторам. После первой лекции у меня сложилось впечатление, что надежность получаемых научных данных, она, конечно, со временем растет. Уже таких ошибок, как делали авторы учебников, трезвости делали в начале 20 века, сегодня повторяться не будут. И вероятность явно повторения ошибок и, в принципе, вероятность совершения неправильных научных открытий падает. Но после второй лекции мы убедились в том, что большинство современных публикуемых научных исследований в действительности ложно. Так, хотелось бы все-таки узнать, с вашей точки зрения в будущем вероятность опровержения среднестатистического научного исследования вырастет или упадет? Или это величина, которая вообще не меняется? Я бы сказал, что, может быть, некоторые улыбные впечатления не было тезиса о том, что прям у нас все очень ненадежно. Я думаю, что сегодня, конечно же, мы понимаем, как мир устроен намного лучше, чем когда-либо в прошлом. Просто и сегодня у нас есть много заблуждений, много чего мы не знаем. На самом деле, вот те гипотезы, которые часто оказываются, ну, невоспроизводимыми, опровергнутыми, это некоторые вещи, которые, ну, являются чем-то очень, ну, скажем так, новым относительно того, что уже было работано. То, что, там, ДНК является двойной спиралью, это едва ли, куда-либо будет поставлено под сомнение. А по это, там, сто лет назад никто даже не догадывался, да? Но дальше, может быть, здесь какая-то частная новая вещь, что вот какой-то конкретный ген связан, ассоциирован с каким-то конкретным заболеванием. Это уже такое уточнение некоторое того, как эта ДНК устроена, за что, как она работает. И это уже совсем новая вещь, уточнение, оно может быть неточным, может быть, вот это мы пересмотрим. Из-за того, что наука, она как бы ветвится, возникает все больше и больше, как бы, таких передних фронтов в самых разных областях, возникают всякие области узкой специализации. Грубо говоря, просто наука стала сильно разнообразней. И поэтому и стали разнообразней и возможные места, где кто-то мог накосячить. Нет, я поэтому спрашиваю про средние исследования. В среднем исследователи получают более надежные результаты или менее? Ну, в среднем... Качество научных данных растет? Хороший вопрос. Знаете ответ на этот вопрос? Нет, значит... Есть мнение, что падает. Я боюсь, что мы не сможем дать точно ответ на этот вопрос, но поскольку, в принципе, растет количество исследований, да, то по всем законам, как бы, их среднее качество все-таки должно понемножечку снижаться. Ну, как мне кажется. Это первое. И второе, и, по крайней мере, с моей точки зрения, журналистка, да, то есть там я не претендую на какие-то оценочные, на какие-то прогностические вещи, а вот то, что появилось очень много технических возможностей по фальсификации исследований, вот, это прям, да. Потому что, как вы понимаете, например, если взять те же big data, да, которые сейчас прям очень на пике, и не формулировать сначала гипотезу, как Александр рассказывал, да, и на Clinical Trials Go, да, там далеко не все научные исследования. И если посмотреть, пересчитать, сколько их бывает вообще в год, то там буквально проценты, да, то есть там, если посмотреть во всем мире все исследования, то вот здесь буквально проценты зарегистрированы. Это означает, что остальные могут заниматься в том числе поиском неких интересных распадений, да, просто в массивах информации. Сейчас это один из достаточно распространенных вещей. Потом есть, уже сейчас приходится сталкиваться с очень хорошей работой в графических редакторах, да, и это можно заподозрить только в том случае, если ты работал с какой-то конкретной методикой, да, то есть вот, например, Александр, наверное, лучше расскажет, что такое Best-Storm-Block, вот, но если очень коротко, да, то есть это такая аналитическая методика, которая позволяет сначала выделить белки, потом при помощи специфических антител их идентифицировать. И вот для того, чтобы подтвердить, да, чтобы получены какие-то конкретные результаты, к научным работам прикладываются, соответственно, под изображение. И поскольку я с этой штукой работал немножко, да, то есть у меня есть такая небольшая специфика, это была лабораторная диагностика. Я в некоторых местах прям точно видел, что это патхошок. То есть вот не может быть такого настоящего результата, да, и когда начинаются раскопки, когда пишешь, предположим, в научном редакторе журнала, он пересылает эту, предположим, группу, причем в основном это китайские товарищи этим делом промышляют. Потом, да, пишут, что, ой, извините, мы там перепутали фотографию, мы неправильно положили, хотя там это было на 100% видно, что это прям монтаж. Но это связано было только с халтурой, потому что я, например, знаю, как можно это поделать так, чтобы ее было здорово распознать. А если есть специалисты, то они точно это знают еще гораздо лучше. И поскольку сейчас существуют уже даже видеоредакторы, да, думаю, что многие видели такие поделки, да, вот как раз Александр рассказывал про порно и порно-ролики, с вполне реальными людьми уже действительно существуют. Пока что это еще не очень обкатанная технология, но я думаю, что это в ближайшие 10 лет будет буквально так, что можно будет любые слова и любые действия вложить в уста или, предположим, другие части тела абсолютно любого человека на нашей планете. Поэтому вопрос фальсификации данных, любых вообще, то есть новостных, да, понятно, что меня это интересует в первую очередь как журналиста, потому что проверять новостные поводы становится все сложнее, да, то есть нужно выяснять, откуда все взялось. А в научных исследованиях, думаю, это будет сложнее на порядке. Добавлю, что вот про боты и про фотошоп просто была очень громкая история. Несколько лет назад, когда какие-то итальянские ученые, они топили, это то, что нужно ГМО запретить, и у них было исследование, которое они в суд принесли. И в этом исследовании, вот реально, значит, там есть, ну, экспериментальная, некоторая полоска экспериментальная, ну, в общем, неважно, картинка у них была. И у них была контрольная группа, где они хотели, чтобы сигнала некоторого не было. И прикол был в том, что там был просто такой черный прямоугольник. То есть, ну, там же, это же обычно фотография, и поэтому там действительно черный фон, но он такой очень, ну, с неровностями, с какими-то белыми такими вкраплениями. А вот в том месте, там где контроль, у них был просто черный прямоугольник. Абсолютно идеально черное тело такое. Вот. И, в общем, начало рецензии... Причем, самое прикол был в том, что они поймались не на этом, а на том, что они сплагиатили свою собственную статью два раза подали в два разных журнала, чтобы, скажем, у них два исследования. Скопировали вот эту фигню с черным квадратом, а после этого сначала выявили, что это была скопированная хрень, а потом еще присмотрели и сказали, блин, тут она просто замазана, черный прямоугольник. В общем, бывают потрясающие истории с фальсификацией, но в то же время я, скорее, немножко оптимист, потому что, ну, надо просто признать в какой-то момент тот факт, что в науке бывают ошибки. В этом нет ничего страшного. Ну, это, в общем, нормальный этап ее развития. Для того, чтобы была эволюция, должны быть мутации. Да, вот в природной биологической эволюции возникают мутанты. Иногда мутанты приводят к раковым заболеваниям. Иногда мутанты приводят к тому, что там рождается одноглазая овечка. А иногда за счет каких-то полезных мутаций появляются какие-то крутые существа, типа нас с вами. Да, вот мы появились в процессе биологической эволюции. Ну, то же самое и в науке, что вот гипотезы тоже мутируют, но иногда фигня получается, иногда хорошо получается. Если будет разнообразие, и при этом мы будем все-таки следовать такому нормальному искусственному отбору, где выживает не та идея, которая мне больше нравится, а та идея, которая лучше соответствует фактам, то наше представление о картины мира будет совершенствоваться. То есть главное всяких мошенников ловить вовремя за ногу, за руку, и все будет окей. Вопрос из интернета. Александр, скажите, пожалуйста, что вы думаете о канале Висос? Висос в определенном смысле. Это партнер, товарищ Веритасиума, только в иных областях. Ну, я меньше смотрел именно этот YouTube канал. Я знаю, что он вообще более популярный, но мне подача у Веритасиума нравится больше. Мне кажется, что он больше играет по делу, а у Висоса у него больше на эмоциональную подачу, а на меня это плохо работает. То есть я в этом вижу некоторую воду. И получается, что я испытываю ощущение, что мое время тратят зря, а вот у Веритасиума я такого ощущения не испытываю. Но это моя субъективная абсолютно оценка. У меня нет никакого компромата на второго. Он тоже, раз он такой популярный, я думаю, что он тоже молодец. На каждого свой зритель. Ну да. Тут вдогонку вопрос. Когда будет обещанный баттл с Артуром Шарифовым? Он же блогер, да? Ну да. У меня написан один раунд. А у него, по-моему… А больше не надо будет. Нет, нет. В общем, мы, когда с ним последний раз общались, мы оба решили, что это нужно делать либо очень хорошо, либо не делать. А пока что у нас, как я понимаю, у оба их нет уверенности, что мы можем сделать это хорошо. Поэтому, в общем, посмотрим, если мы сможем это сделать. Я понял, что учить очень сложно. Я вообще не понимаю, как эти рэперы, как они вообще выступают, потому что они такие длинные тексты выучивают. А я свой один раунд, я его пытался выучить, как бы, и я понял, что я, блин, не рэпер. Я не рэпер. Я не рэпер. Вот. Но при этом я, честно, хотел без госрайтеров. Так что это будет выполнено. Есть один лайфхак. В Санкт-Петербурге проходил первый политический рэп. Там наш депутат Резник с каким-то единороссом рэповали. И у них были отличные тексты. Я тоже думал, как же они так здорово все это могут прочитать. Оказалось, что перед ними просто были два телевизора. Где, как презентация, был этот текст. Так что почему мы и нет? Мы хотели честно. А тут честности. У тебя телевизор, у него телевизор. Все по правилам. Все в одинаковых условиях. Друзья, ага. И теперь туда, так вот и вот так вот. Возьмите микрофон. У меня сразу два будет вопроса, наверное. Почему? Вот у вас была табличка в презентации со статистикой по фальсификатам в областях науки. Больше всего было в химии. Почему так? Ну, вообще, это не значит, что в химии хуже всего. Это не значит, что в химии, может быть, самое наблюдательное. А может быть, потому что в химии действительно есть такое… Ну, там, грубо говоря, допустим, ну, разные же ученые по-разному могут интерпретировать этот вопрос. Ну, например, бывает так, что выход такой-нибудь химической реакции сильно колеблется, скажем так, в зависимости от кривизны рук того, кто проводит химическую реакцию. У одного получается выход там, я не знаю, я какую-нибудь глупость скажу, но там, я не знаю, 10 граммов получилось вещества в некоторых условиях, а у другого в тех же условиях только 1 грамм получилось. И он думает, блин, у меня не получилось воспроизвести методику этого чувака, он явно наврал, у него там в 10 раз больше, чем у меня. А я же не дурак, следовательно, он наврал. Ну, например. Ну, и так иначе мне не воспроизвелось. То есть, может быть, это просто на самом деле в некоторой степени еще специфика дисциплины, в которой разные вещи понимают, ну, воспроизводимость понимают по-разному. Я не думаю, что это особенно указывает на то, что химики какие-то особенно кривые. Этот конкретный опроб был в значительной степени субъективным для респондента? Да, нет, ну, естественно. То есть, человек спрашивает, вот сталкивались вы с тем, что вы не могли воспроизвести результаты ваших коллег или свои собственные. Ну, и люди отвечали, исходя из того, что они сами в это вкладывают. Естественно, там не было единого набора проблем, с которыми человек столкнулся. То есть, может быть, химия просто более точная наука, чем в виде, ну, например, как вариант. Мне кажется, их точно так, не искали точно. Ну, просто мне казалось, что в этом смысле более благородной дисциплиной является психология, или что-нибудь около того, какие-то такие вот социальные, может быть, науки. Нет, ну, еще раз, поскольку речь идет о том, как субъективно люди ощущают, то вполне себе возможно, что если мы возьмем и спросим гомеопатов, то они скажут, что мы вообще не сталкивались с таким, ни разу не было такого, чтобы мы что-то не воспроизвели. Всегда всем помогает. И у астрологов все помогает. Ну, то есть, у этого исследования, которое направлено на то, чтобы выявить фальсификаты, само по себе, оно, ну, его постановка заложена довольно натянута. Ну, это социологический опрос. Он не претендует на нечто большее, чем социологический опрос. Это единственное, что он отражает, этот слайд, может быть, я это плохо проговорил, но он отражает мнение ученых. Ученые считают, ученые, ну, как бы, исходя из своего субъективного опыта, ученые считают, что в их науке есть такая проблема. Они считают это проблемой. Там была вторая вот эта картинка справа, где говорили, что 51% ученых считают, что есть большая проблема воспроизводимости в науке. Это их мнение. Это не значит, что на самом деле так. Может быть, нет никакой проблемы, они просто ее выдумывают. В принципе, такое тоже возможно. Из этого исследования следует, что это не так. Но, с другой стороны, ну, а кому как бы еще судить? А если смотрим на объективные, ну, какие-то показатели, то, ну, в некоторых науках специально проводят то, что называется Reproducibility Projects, то есть берут какой-то набор ключевых исследований и последних в некоторой области, которые считаются, ну, более-менее общепризнанными, и берут и проверяют, воспроизводятся или нет. Ну, и дальше получают какие-то более объективные цифры. И вот в психологии были проблемы с этим. У вас есть актуальные какие-то, Павел? Я, Борис, по памяти не помню, но если вы это прогуглите, то вы можете найти вот это Reproducibility Project и посмотреть. Окей. И второй тогда вопрос быстренько, наверное, поменьше будет, покороче. В связи с очень большой популярностью сейчас Big Data Science и Big Data Analysis, не следует ли нам ожидать большого количества таких псевдонаучных и очень натянутых публикаций по этому вопросу? И может быть, есть какой-то инструмент, который бы позволил именно в этой области нам уменьшить количество фальсификата? А вот любопытно, что, ну, если взять, допустим, даже ту ту же область, которую изначально сильно критиковали за все это, вот анализ геномных ассоциаций, когда смотрят, какой вариант гена там с чем ассоциирован, то из-за того, что там эта ошибка была на поверхности, она очень явно приводила к ложноположительным результатам, то вот в среде, допустим, биоинформатиков, которые занимаются там Big Data, допустим, в геномных исследованиях, то все про это знают, про эти проблемы. Просто это очень на слуху. И поэтому очень редко мы находим такое исследование, где и рецензенты, и авторы не учли вот эти множественные сравнения и не сделали, например, вот как раз прямого воспроизведения, когда вы, допустим, на основании какого-то такого Big Data выявили некоторую закономерность, а потом вы взяли некоторую независимую выборку и на ней проверили ровно одну, там, или две, или три самые интересные закономерности. Это делают как бы повсеместно в нормальной науке. А вот есть просто области, скажем так, в которых до этого еще не дошли. То есть внутри некоторого локального научного сообщества еще не доперли люди, что вот есть такая проблема, хотя в другой смежной области все про эту проблему уже давным-давно знают и обсуждают. И вот это, наверное, задачка такого наведения, не знаю, междисциплинарных мостиков, чтобы ошибки, которые обнаружены людьми, которые работают в одной области, чтобы на них могли учиться люди, которые работают в другой области, потому что часто там статистические модели, критерии, подходы, вообще такие базовые проверки гипотезы, они похожи в разных областях. Вопрос из интернета к Алексею Водовозову. Какие новости в борьбе с аутоиммунными процессами, как скоро мы научимся ингибировать не весь иммунитет, а конкретные антитела? Это, конечно, очень хороший вопрос. Да, действительно, у нас пока что как раз именно в этом направлении успехи не впечатляющие. И это именно потому, что иммунитет это все-таки вещь такая, во-первых, комплексная, и во-вторых, с ним сложно, то есть это только вот в рекламе иммуномодуляторов, да, такое возможно, когда некий препарат обладает чуть ли не искусственным интеллектом, да, и может в зависимости от того, понижен иммунитет или повышен, вернуть его в норму. В реальности так не получается. То есть получается что? Что у нас при аутоиммунной патологии собственный наш иммунитет атакует наш собственный организм. Поэтому в том случае, если, например, мы его просто будем давить целиком, да, полностью, снижая весь как бы фон вот этой вот иммунной нашей защиты, то мы оказываемся открытыми и перед инфекциями, перед онкопатологией и так далее, потому что иммунитет у нас не только за борьбу с инфекциями отвечает, да, у него есть масса функций. С одной стороны. С другой стороны, если мы знаем и чаще всего мы хорошо знаем вот эти вот патогенетические механизмы, мы нередко мы не знаем и, скорее всего, в ближайшее время не узнаем, почему это происходит. А вот как это происходит, мы уже представляем довольно неплохо. И в некоторых случаях коррекция отдельных звеньев, ну, не знаю, там, моноклональная нестила и так далее. То есть вот эти вещи, которые действуют на каком-то достаточно узком участке, не исключено, что в борьбе с аутоиммунной патологией они окажутся как раз, ну, по крайней мере, сегодня это одно из перспективных направлений, и появляются препараты, и они уже одобрены для использования в клинической практике в том числе. И туда направляются деньги, и, соответственно, скорее всего, именно там в ближайшее время придется ждать наиболее, наверное, ощутимых успехов. Здорово. Успехи и ожидания – это приятно. Спасибо большое за вопрос и за ответ. Здравствуйте. Хотел задать вопрос касаемо, Александр, вашего вчерашнего доклада на учебный против миф-6, да? Я просто поднимал руку, но меня не спросили. Вот это настойчивость. Поэтому я пришел сегодня, чтобы спросить. Вот. Относительно одноклеточного организма все вроде бы просто, чтобы сделать его генетически модифицированным, начиная с генной пушки и заканчивая мутагенами Криспроказ-9. А если я многоклеточное существо уже 28 лет, я такой большой и старый, но хочу все-таки стать генетически модифицированным, кроме вирусов, каким образом еще можно сделать многоклеточный организм? Каким образом можно модифицировать, чтобы еще это моим детям передалось? И как применять технологию Криспроказ-9 к многоклеточному существу, большому организму? Ну, полностью генно-модифицировать на оклеточный организм, это задачка более-менее нереальная. Вы можете только так или иначе изменить некоторые его клетки, в зависимости от того, насколько эффективны у вас средства доставки, вашей генетической конструкции, которая, собственно, делает генную модификацию. Вы получите разный процент, скажем, генно-модифицированных клеток в этом организме. И для решения многих задач этого, в принципе, достаточно, то, что вы часть клеток генно-модифицируете. Тем более, что на самом деле, ну, из-за того, что разные гены могут работать в разных клетках, часто, в общем-то, это и бесполезно для достижения какого-то положительного эффекта генно-модифицировать целый организм. Сейчас это просто даже контрпродуктивно. Поэтому, ну, что еще можно сделать? Ну, во-первых, вы можете просто вырастить орган генно-модифицированный где-то отдельно, а потом пересадить. У вас будет человек с генно-модифицированным органом. Ну, кроме вирусов, разрабатываются другие способы доставки, в принципе. Правда, я не слышал, чтобы они реально на практике применялись именно для той же, там, генной терапии у людей. Ну, например, в принципе, можно использовать, например, так называемые... Есть, короче, такие коробочки с ДНК, которые можно сделать и в них что-нибудь поместить. Пока что в них пытаются помещать лекарства, но теоретически можно было в коробочке с ДНК помещать и ДНК. ДНК внутри ДНК. Ну, одна ДНК будет коробочкой, а другая будет кусочек гена содержать. Но, скорее всего, это будет, ну, может быть, не так эффективно именно для того, чтобы что-то куда-то встроить, потому что вирусы все-таки, они, как бы, ну, целенаправленно эволюционировали, чтобы это уметь делать, а нам еще предстоит это все разрабатывать. Есть всякие мембранные пузырьки, которые можно использовать для того, чтобы они тоже сливались с клеточками, свое содержимое доставляли. Визикулы. Что еще можно придумать? Наночастицы. Наночастицы, вот Алексей подсказывает. Да, какие-нибудь наночастицы тоже можно использовать. Пока, Александр, а что вы хотите в себе поменять? Вот еще есть проблема, что, ну, многие, скажем так, нарушения, если они являются врожденными и связаны с дефектами в генах развития, то есть те, которые определяли, как тело будет формироваться в процессе развития, то это уже исправить как бы нельзя. То есть, допустим, если родился ребенок с синдромом Дауна, то из-за того, что трисомия по 21-й хромосоме, она приводит к нарушениям развития, то даже если вы возьмете теперь у взрослого такого мальчика, исправите, в каждой клетке уберете эту лишнюю хромосому, вообще даже чудесным образом, да, вы это сделаете, это, ну, в общем-то, как бы не исправит существенную часть тех проблем, которые у него уже возникли из-за того, что развитие шло неправильно. Поэтому ограничения вот у такого метода существуют такого рода. А если я внесу изменения в половые клетки? Ну, вы можете сделать так, чтобы некоторая проблема, которая есть у человека взрослого, чтобы она не передавалась по наследству. То есть, если у вас есть человек с врожденным заболеванием, он сам от него страдает, но вы можете сделать так, чтобы его дети не страдали от этого заболевания, изменив его половые клетки. Хотя это очень дорого, потому что, да, вот, то есть, дешевле готовить уже эмбрион, чем исправлять половые клетки, предположим, у заболевшего человека. Сейчас существует масса технологий, они уже и разрешены, и обкатаны. То есть, мы можем просто использовать, ну, то, что называется ребенок трех родителей, да, то есть, мы можем заменить дефектные участки, предположим, у эмбриона, и все, он родится здоровым. Это дешевле. Потому что очень многое определяется, в том числе, и целесообразностью, и торговизной, и все остальное. Вот то, о чем говорили, да, например, существует технология, одна из сейчас разрешенных лечений, определенных лимфом, да, то есть, та, которая называется карти, с использованием генетически модифицированных лимфоцитов человека. Так вот, сейчас она выглядит следующим образом. То есть, забирают лимфоциты у человека, потом их генетически модифицируют при помощи вирусных векторов, потом тренируют их на мишенях определенных, те, которые не совпали, мишени нужно отмыть и выкинуть, а вот оставшиеся, сработавшие лимфоциты, отмытые, нужно вернуть обратно человеку, и в этом случае, да, они будут уничтожать раковые клетки. Это очень дорого. Это, да, это будет персонализировано и так далее, все остальное, но это очень дорого. Поэтому то, что я говорил о наночастицах, например, сейчас разрабатывается следующий этап. То есть, у нас есть технология, но нужно сделать ее не экс-виво, то есть, не вне живого организма, а ин-виво, то есть, внутри. Разрабатываются наночастицы, внутри находятся плазмиды, сверху на оболочке находится специфический рецептор на определенные лимфоциты. Мы вводим, например, внутривенно, да, они пошли, нашли этот лимфоцит, соединились, вошли внутрь, да, выпустили эти плазмиды, все, вот, генетическая информация передалась, мы получили новый боевой лимфоцит, предположим, и так далее. То есть, вот я думаю, что здесь будет то же самое. Технология должна быть еще применимой и дешевой. Это, ну как, будни капитализма, скажем так, это нужно учитывать. Спасибо за вопрос. У нас последние два вопроса. Порой с приказом. Порой с коротко отвечает по существу. Но это не претензия сказано, а просто мало ли. Здравствуйте, у меня вопрос по поводу воспроизводимости, но не в смысле фальсификации, а в смысле трудозатрат. Потому что, допустим, для математических исследований известна такая проблема, что если сформулировано достаточно сложное доказательство, то человек, который берется это проверять, тратит столько же ресурсов, сколько тот, кто, собственно, само доказательство сделал. Соответственно, если вы нашли ошибку, вы молодец, вы можете это опубликовать. Если вы ошибки не нашли, то, скорее всего, это даже не будет опубликовано, потому что, ну, все верно. Вот, и такая проблема, насколько мне известно, существует. Были какие-то исследования, как много вот таких исследований, которые вообще не проверены, никогда не проверены, И что вообще можно придумать, чтобы можно было сделать с такой проблемой? Спасибо. Очень много исследований, которые не проверялись и не проверены. Ну, почти нет данных, что они проверялись, скажем. Тут есть некоторые попытки ситуацию немножко улучшить. Появляются всякие журналы, которые предлагают публиковать отрицательные результаты. Есть какой-то Journal of Negative Findings. Есть все эти истории про регистрацию. И вот, может быть, еще пытаются сделать, да, это расширяет систему дополнительного рецензирования после публикации. То есть многие журналы предлагают возможность другим ученым комментировать чужие статьи. Есть то, что называется PubMed Commons и PubPeer. Вот в PubMed там медицинские всякие биологические статьи есть. Можно прийти и оставить комментарий, если вы сами являетесь автором хотя бы одной статьи, которая есть в этой базе данных. То есть вы не просто человек с улицы, а вы тоже как бы член этого сообщества научного. Вот. То есть вот такого рода штуки есть. И, кстати, вот с этими работами в Штейне мы пользовались этими инструментами. И PubPeer, и PubMed Commons оставляли комментарии, чтобы, может быть, люди увидели, что там скрывают факт, что там гомеопатия. Вот. Ну, то есть вот такого рода инструменты сейчас распространяются. Спасибо за полезный вопрос. Друзья, только последний вопрос, потом же сейчас на порядке время жмет. Спасибо большое за лекцию. У меня тут парочку маленьких вопросов. Хорошо. Полтора. Каждому по одному, я договорюсь. В общем, вопрос по поводу прочтения кода. Дело в том, что у человека каждый период жизни происходят мутации определенные. И как здесь мы уже сказали, что можно прочитать код родителей и на эмбриональном уровне изменить, чтобы мутации не было у ребенка. Правильно, да? Какие заболевания можно таким образом ликвидировать? То есть не все же заболевания можно прочитать и действительно убрать. То есть вот этот момент интересен. И вопрос, как я понимаю, следующий Алексей Водовозову по поводу экспериментов над... Ну, людьми нельзя ставить, делают на мышках. Некоторые вопросы у нас не разрешаются. Что с этим делать? Потому что то, что работает на мышках, не работает на людях. Вот что с этим делать? Хорошо, я первый, а потом Алексей. Значит, во-первых, ну все-таки не столько исправляют, сколько отбирают тот эмбрион, в котором нету наследственных заболеваний. То есть это больше селекция сегодня. Не дошла технология редактирования ДНК, пока что еще до людей. То есть первые попытки были, но без последующего получения людей. Просто проверяли технологию. Вот, на практике не используют. Второе, что есть достаточно большое количество заболеваний, которые так устроены, что, допустим, если мама является носителем заболевания, и отец является носителем этого заболевания, то у их ребенка, допустим, с вероятностью 25%, если вот плохой вариант ген достанется на обоих родителей, то у него возникнет тяжелая форма этого заболевания. В этом случае родители как бы не знают, что у них они являются носителями, а ребенок может родиться больным. Вот такие штуки прежде всего и предотвращаются. Ну и те случаи, когда есть просто заболевание, которое есть у родителей, и оно может просто передаться напрямую. Вот в этом случае, ну, есть всякие тесты у медицинских генетиков, стандартные, на все известные вот такого рода типа генетические заболевания. Вот просто на все и скринируют. Когда приходит пара и говорит, мы хотим планировать семью, мы собираемся заварить ребенка и хотим знать, как бы не будет ли каких-то болезней у этого ребенка. С высокой вероятностью тест скажет, все в порядке. И тогда можно простым плавным путем размножаться. А в некоторых случаях скажут, знаете, вот так получилось, что и ваш отец, ну, и партнер, и партнер, что являются носителями какого-то заболевания, лучше бы вам через ЭКО. Ну, а с исследованиями, в общем-то, как я уже сказал, технологии развиваются, и благодаря им как раз мы будем получать новые возможности того, чтобы те данные, которые получились на лабораторных животных, в итоге оказались применимы к людям. То есть есть прям целое направление трансляционной медицины, есть развитие моделирования. Я понимаю, что оно пока еще не столь, скажем так, совершенно, но хочется надеяться, и есть некоторые данные, которые об этом говорят, что в обозримом будущем это все-таки можно будет использовать. То есть уже сейчас, предположим, мы можем моделировать эффекты некоторых лекарств, но в смысле побочного эффекта, то есть мы можем обучать те же нейронные сети, предположим, на побочных эффектах и так далее, мы можем что-то находить, какие-то отдельные моменты. То есть не комплексно, вот мы, по идее, это должно быть так, то есть мы вот скармливаем некий этой модельный, не знаю, модельный суперкомпьютер или еще что-то в этом роде, мы скармливаем ему вот эту молекулу-кандидат и получаем абсолютно всю информацию, как она всосалась, на что она распалась, как подействовала и так далее. Это вот какое-то очень сильно далекое будущее. Но отдельные моменты мы все-таки можем сказать. То есть как оно будет всасываться, как еще что-то. Уже сейчас такие вещи, в общем, возможны. Это первое. И второе, то, о чем я рассказывал, в том числе органы на чипе, которые, в принципе, позволяют ориентироваться именно на человеческий материал. Это, конечно, не человек живьем, но это все-таки настоящий человеческий материал. И не то, что клетки, а некие функциональные единицы. То есть, предположим, это может быть печеночная только, это может быть еще что-то. То есть, не отдельные клетки, мы же можем посмотреть, как это происходит в некой модели того или иного органа. И точность там вроде бы как повыше. Такие аппараты работают и в Москве, и в Новосибирске. И я так надеюсь, что скоро мы будем получать все больше и больше информации, полученные в том числе и таким образом. Может быть, еще раз Александр что-то еще добавит? Вы какие-нибудь гмошных людей создаёте для опытов? Нет, ну есть гуманизированные животные, животные, у которых некоторые гены человеческие, некоторые клетки человеческие, и тогда на них можно тестировать какие-то препараты, которые нельзя было бы тестировать на них в противном случае. И это используется, и тоже не гарантирует, что это все будет точно так же работать на людях, но повышает вероятность этого. Ну и можно работать на клетках человека тоже. Мы просто о изолированных клетках тоже. Ну, когда у вас есть совокупность данных на большом количестве разных модельных объектов, это повышает надежность ваших результатов. Вот. Наверное, все. Хорошо. Лучший вопрос. Вот человек очень настойчивый, который хотел задать вопрос, я думаю, эта настойчивость должна быть поощрена. Поэтому... Я очень забытно хотел задать вопрос. Да, особенно, учитывая, что... Мы обращаем. Да, надо поощрять такое. Вот. И в клуарах мне можно будет задать вопрос, к сожалению, только сильно позже. Потому что я сейчас убегу. Александр и Алексей активно отвечают в камеру. А Алексей может продолжить. Да, спасибо. Дорогие друзья, большое спасибо Александру и Алексею сегодняшнее выступление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.